Книга о Девстве Рассуждение о Девстве принадлежит к ранним произведениям святого Иоанна Златоуста, но достоверно неизвестно. Тогда ли оно написано, когда он был диаконом или пресвитером Антиохийской церкви в 380-398 годы по Рождестве Христовом или когда он еще подвязался в пустыне в 374-380-е? Несомненно только то, что это произведение сделалось известным прежде бесед его на первое послание Павла к Ковинчанам, сказанном в Антиохии. Так как в конце 19-й беседы на это послание сам святитель ссылается на свою книгу о Девстве, в которой тщательно изъясняется христианское учение о Девстве и его отношение к учению о законном браке, вопреки унижающим брак еретикам, против которых в начале рассуждения святитель направляет свою вдохновенную речь. Красоту Девства иудеи презирают, это нисколько не удивительно, если они не почтили самого Христа, родившегося от Девы. А язычники восхищаются и поражаются ею. Но ревнует о ней одна только Церковь Божия. Дев еретических я никогда не назову девственницами, во-первых, потому что они нечисты, так как не обручены одному мужу, как желает блаженный друг жениха Христа, когда говорит «Я обручил вас единому мужу, девой чистой, представив Христу». Хотя это сказано о всей полноте Церкви, но под этими словами, разумеется, и девственницы. Как же могут быть чистыми те, которые не питают любви к одному мужу и присоединяют к нему другого, несуществующего Бога? Итак, они не могут быть девственницами, во-первых, по этой причине, а во-вторых, потому что они, признав брак бесчестным, стали воздерживаться от брака. Приняв же за правило считать брак порядочным делом, они заранее лишили себя наград, принадлежащих девству. Ибо справедливость требует, чтобы воздерживающиеся злых дел, не венцы получали, а только не подвергались наказанию. И такое усыновление можно видеть не только в наших, но и во внешних языческих законах. Убийца, гласят закону, пусть будет казнен смертью, но не прибавляют. Не убивающий пусть получит почести. Вор, гласят закону, пусть будет наказан, но не повелевает, чтобы удостаивался дара тот, кто не похищает чужого. И подвергая смерти прелюбодея, они не удостаивают никакой награды того, кто не вредит чужим бракам. Это весьма справедливо. Надобно воздавать похвалу и удивляться тем, которые преуспевают в добре, а не тем, которые только избегают зла. Для последних довольны и той чести, если они не терпят ничего худого. Посему и Господь нашу угрожал гиенной тому, кто без причины напрасно будет гневаться на брата своего и назовет его уродом, но не обещал царству небесного тем, которые не гневаются напрасно и воздерживаются от злословия, а потребовал еще другого, большего важнейшего, сказал «любите врагов ваших» и желая показать, как маловажно, незначительно и недостоинно никакой чести только воздерживаться от ненависти к братьям. Он, заповедав нечто гораздо большее, то есть любить их и быть в дружестве с ними, сказал, что и этого недостаточно для того, чтобы нам удостоиться какой-нибудь чести. Ибо как это возможно, когда мы в этом отношении нисколько не превосходим язычников? Посему у нас должно быть приложено к этому нечто другое, более важное, если мы желаем требовать награды. Если, говорит Христос, я не осуждаю нагиенну тебя, воздерживающуюся от злословия и гнева на брата, то по одному этому ты не считай себя достойным венцов, потому что я требую не такой только меры благорасположения. Но хотя бы ты к незлословию прибавил, что и любишь его, ты еще вращаешься долу и ставишь себя в ряду мытарей. Если же ты желаешь быть совершенным и достойным небес, то не останавливайся только на этом. Но взойди выше и усвой себе помысл, превосходящий самую природу, то есть любовь ко врагам. И так когда все согласны с нами в этом, то пусть перестанут перейти и напрасно утруждать самих себя. Они не получат никакой награды не потому, что Господь был неправосуден, да не будет, но потому что они сами несмысленные и лукавы, как это. Выше доказано, что за одно воздержание от худых дел не полагается никакой награды, а они избегают брака, потому что считают его худым делом. Как же они могут требовать награды за уклонение от худого? Как мы не удостоимся венцов за то, что не прелюбодействуем, так они за то, что не вступают в брак. Им в тот день скажут имеющие судить вас, я уготовал почесть и не для тех, которые только воздерживаются от злых дел, это для меня маловажно, но тех, которые исполнили всякую добродетельность. Я ввожу в нетленное небесное наследие. Как же вы, признав брак делом нечистым и скверным, за свое воздержание от скверных, требуете наград уготованных делающим доброе? И агнцев поставляет он одесну и благословляет и водит в царство не за то, что они не похищали чужого, но за то, что их свое собственно разделяли с другими. И того, которому вручено было пять талантов, он одобряет не потому, что он не уменьшил числа их, но потому, что еще умножил данные и возвратил залог сугубым. Да коли же вы не перестанете бегать напрасно, трудиться тщетно, слы подвязаться и бить воздух. И ой, если бы только напрасно. Хотя для отрудившихся много и ожидавших наград еще больше, чем труды, и то немалым послужит наказанием, что они во время почести окажутся между неполучившими их. 293. Но не в этом только состоит их несчастье. И не тем только ограничится страдание их, что они ничего не приобрели. Но последуют другие еще гораздо более тяжкие наказания. Огонь неугасающий, червь неумирающий, тьма кромешная, скорбь, теснота. Почему? Нам нужны бесчисленные уста и ангельская сила, чтобы мы могли воздавать Богу достойную благодарность за Его попечение нас. Или лучше и тогда это невозможно. Почему? Хотя старания о детстве у нас и у еретиков одинаковы, а может быть у них и гораздо большее. Но плод этих трудов не одинаков. Для них готовятся узы, слезы, скорби и вечные мучения. А для нас участь ангельская, блистательные светильники. И главнейшее из всех благ – общение с женихом. Отчего же так? За одни и те же труды возмездие противоположное от того, что они, еретики, избрали девство, чтобы поставить закон противный Богу. А мы это делаем, чтобы исполнить Его волю. Бог хочет, чтобы все люди воздерживались от брака по свидетельству того, через которого Христос говорит. Хочу, чтобы все люди были как Я. 1 Коринфянам 7.7. То есть в воздержании. Но Спаситель, щадя нас и зная, что Дух Бодро Плот немощна, не поставил этого дела в непременную заповедь, но предоставил избрание его нашим душам. Если бы это было повелением и законом, то исполняющие его не получили бы награды, но услышали бы. Так как вы должны были сотворить и сотворили, равно как и преступившие не получили бы прощения, но подверглись бы наказанию, как нарушители закона, а теперь сказал, что может вместить, да вместить. Спаситель с одной стороны не осудил немогущих, а с другой могущим открыл великий и чрезвычайный подвиг. Посему и Павел, шествуя по следам учителей, говорил, а о детстве я не имею повеления, но даю, как получивший, даю совет. 294. Но ни Маркион, ни Валентин, ни МНС, ереси начальники сект, известных под именами Маркионита, во II-III веке, не удержались в пределах такой умеренности, ибо в них говорил не Христос, щадящий о вес своих, и полагавший за ней души свою, но человека убийца, отец лжи. 304. Посему они погубили и всех, поверивших им, здесь обременивых бесполезными и невыносимыми трудами, и там увлекший вместе с собой в уготованный для них огонь. 31. О, вы несчастны, чем даже язычники, более несчастны. 32. Хотя язычников ожидает мучения гиенны, но они, по крайней мере, здесь пользуются удовольствиями, вступая в брак и наслаждаясь богатством и другими житейскими приятностями. Вам же и здесь, и там предстоит терпеть мучения и скорби, здесь добровольно, а там невольно. 34. И язычникам за пост и девство награды никто не даст и не предлежит наказание. 35. А вы подвергнетесь крайнему осуждению за то самое, за что ожидали бесчисленных похвал, и вместе с другими услышите «Идите от меня в огонь, вечно уготованный к дьяволу и ангелам его». За то, что вы постились, за то, что вы девство, сами по себе после девства ни добро, ни зло, но бывают тем или другим от намерения, упражняющихся в них. Для язычников такая добродетель бесплодна, потому что они удаляют от себя награду тем, что не по страху Божий переспевает в ней. А вы, восставая против Бога и клевеща на его создание, не только удаляете от себя награду, но даже будете за то наказаны. За догматы вы будете поставлены наряду с язычниками, потому что, подобно им, от верши истинного Бога, вы вели многобожие. А по жизни они будут выше вас. Их беда ограничится тем, что они не получат никакого блага. Вам же предстоит, кроме того, терпеть еще и зло. Но им пришлось насладиться всем в настоящей жизни. А вы лишили себя и того, и другого. Получить мучения в воздаянии за труды и усилия. Может ли какое-нибудь наказание быть тяжелее этого? Прелюбодеи, любостяжатель, пользующийся чужим, обкрадывающий ближнего, имеют некоторое утешение, хотя маловажное, однако имеют, в том, что они наказываются за здешнее наслаждение. Но и сказать нельзя, какая скорбь постигнет того, кто добровольно принял нищету, дабы там обогатиться и решился на подвиги детства, дабы там ликовать вместе с ангелами. И вдруг, сверх всякого ожидания, будет наказываться за то самое, за что надеялся получить бесчисленные блага. Я думаю, что совесть будет терзать его так же, как огонь, когда он представит, что те, которые одинаково с ним трудились, пребывают со Христом. А он за то же самое, за что они наслаждаются неизреченными благами, терпит крайнее наказание. И хотя вел строгую жизнь, страдает даже боли людей распутных и сладострастных. 295. Подлинно. Целомудрие еретиков хуже всякого распутства. Последнее причиняет обиду людям, а первый восстает против Бога и оскорбляет бесконечную премудрость. Такие сети расставляет дьявол своим служителям. А что девство еретиков действительно есть изобретение его лукавства? Это говорю не я, а тот, кому небезызвестны его замыслы. Что же он говорит? Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстительным, учением бесовским, сожженных в лицемерии совести своей, запрещающих вступать в брак и удаляться от пищи, которую Бог сотворил. Как же может быть девственницей та, которая отступила от веры, слушается обольстителей, доверяется демонам, почитает ложь? Как может быть девственницей та, у которой сожжена совесть? Девственница должна быть чистой не только телом, но и душою, если желает принять святого жениха. А та дева еретическая как может быть чистой, имея столько пятен? Если надобно устранять даже житейские попечения от этого брачного чертога, как несовместное с его благообразием, то как будет в состоянии сохранить красоту девства та, внутри которой обитает нечистый помысл? Хотя тело ее остается не растленным, но растлелась высшая часть ее душевной помыслы. А что польза в том, что остается ограда, когда храм разрушен? Или какая польза от того, что место престола остается чистым, если самый престол осквернен? А лучше сказать, и тело ее не свободно от осквернения. Богохульство и злоречия, хотя рождаются внутри, но не остаются в душе. А быв произнесено устами, оскверняет как язык говорящего, так и слух внемлющего. И, подобно ядовитым зельям, проникая в самую душу, переедает корень существа человеческого хуже всякого червя, а с ним вместе губят затем и все тело. Итак, если сущность девства состоит в святости тела и духа, а дева юридическая осквернена и нечиста в том и другом отношении, то как может она быть девственницей? Но она указывает мне на бледность своего лица, на изнуренные члены тела, на убогую одежду, на смиренный взор. А что пользы в этом, когда внутренний взор ее бесстыден? Что может быть бесстыднее того взора, который располагает и внешние глаза, смотреть на создание Божие, как на зло? Вся слава червит царя внутри. А она извратила стройность этого изречения, извнея облегшись в славу, а внутри имея всякое бесчестие. В том и беда, что перед людьми она выказывает великое благоприличие, а пред создавшим ее Богом позволяет себе великое безумие. И та, которая остерегается двенуть на мужчину, если только есть такие девы между еретиками, бесстыдными очами взирает на владыку людей и извекает хулу на небо. Побледнело у них лицо и уподобилось мертвому, потому они и достойны слез и многих сетований, что приняли на себя такой труд не только напрасно, но и на погибель своей головы. Одежда их убога, но не в одеждах и не в цвете одежда заключается девство, а в теле и душе. Если мы о философе судим не по волосам, не по трости и не по хитону, но по нравам и душе, и о войне не по плащу и поясу, но по силе и мужеству, то не нелепо ли было бы так просто и легкомысленно полагать всю доблесть девственницы этого дивного и превосходящее все человеческое явление в неубранных волосах, в поникшем лице, в серой одежде, не вникнув в ее душу и не исследовав тщательно ее внутреннее настроение. Но этого не допускает тот, кто поставил законы такого подвижничества. Он повелевает не по одеждам судить, а посвятивших себя на этот подвиг, но по верованиям и по душе. А подвизающийся, говорит он, воздерживается от всего, от всего вредного для здравия души, и никто не увенчивается, если незаконно подвизается. Какие же законы этого подвижничества? Послушай, что еще он говорит, или выше через него сам подвигоположник Христос. Брак честен и воже непорочен. Но что мне до этого скажешь ты, когда я совершенно отказался от брака? Вот это, о несчастная, это и погубило тебя, что ты думаешь, будто это учение не имеет никакого к тебе отношения. Оттого ты увлекшись непомерным презрением к этому предмету и оскорбила Божию премудрость и оклепетала все создание. Если бракосочетание – дело нечистое, то нечисты и все рождающиеся от него, нечисты и вы, чего и не сказал бы и о природе человеческой. Как же нечистая будет девственница? Вам и придуман, это второй или лучше третий род осквернении нечистоты. Вы, избегая брака, как нечистого, через это самое удаление стали сквернее всех изобретших девства, которые гнуснее прелюбодеяния. С кем же мы поставим вас наряду? С иудеями? Но они не потерпят этого, потому что почитают брак и восхищаются созданием Божиим. С нами? Но вы не захотели послушать Христа, говорящего через Павла – брак честен и ложа непорочна. Остается наконец поставить вас наряду с язычниками, но и они также оттолкнут вас, так как вы нечестили их. Платон говорит, что благ был, устроившийся это, и что в благом не бывает зависти ни к кому и ни в чем, в разговоре с Тимеем. Отделение 29. А ты называешь его злым и виновником злых дел. Но не пугайся. Общниками в таком учении ты имеешь дьявола и ангелов его. Или лучше и не их. Ибо хотя они и внушили тебе такое безрассудство, не думай, чтобы они и сами так рассуждали. Они знают, что Бог – благ. Послушай, как они сами говорят, то называя «Знаем, кто ты, святый Божий». Такими словами, сие человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещают вам путь спасения. Неужели еще вы будете упоминать о своем девстве и хвалиться им, вместо того, чтобы, удалившись, плакать о самих себе и рыдать о безумии, которым дьявол связал вас, как пленниц и увлек в гиенский огонь? Ты не вступала в брак? Но это еще не девство. Я могу называть девственницей только такую женщину, которая бы властно вступить в брак, однако не вступила. А когда ты говоришь, что брак принадлежит к числу запрещенных дел, то твой подвиг становится уже не подвигом произволения, но требованием закона. «Посему мы удивляемся тем из перцев, которые не женились на своих матерях. Но не удивляемся тому же и у римлян, потому что у последних такое дело представлялось омерзителем для всякого, а у перцев, безнаказанно сдержавших на это дело достойно похвалы тех, которые воздерживались от подобных кровосмешений. Так же надо бы рассуждать и о браке. У нас он позволяется всем, и почему мы справедливо удивляемся безбрачным. А вы, поставившие брак наряду с худшими делами, уже не можете ожидать похвал за безбрачие, ибо воздержание от запрещенного еще не есть признак доблестной и бодрой души. Совершенство добродетельства стоит не в том, чтобы не делать того, за что мы у всех стали бы считаться худыми, но в том, чтобы блистать такими делами, которые и не совершивших не подвергают за это осуждению, и совершивших и отличившихся ими не только освобождает от славы дурных людей, но и поставляет предудобродетельных. Как никто не будет хвалить за девства евнухов, не вступающих в брак, так и вас. Что у них происходит по необходимости естества, то у вас делается по предубеждению лукавой совести. И как евнухов телесный недостаток лишает уважения за это дело, так и вас. «Хотя и остающихся с естеством не поврежденным, лишив здравых мыслей и поставив необходимость быть безбрачными, дьявол с одной стороны изнуряет трудами, а с другой не допускает получить почести. «Ты препятствуешь вступить в брак? Поэтому за безбрачие тебе и предстоит не награда, а наказание и мучение». 258. «А ты скажешь кто-нибудь, разве не препятствуешь браку? Отойди от меня, чтобы ими не впасть в безумный вместе с тобою. Почему же, скажешь, ты увещеваешь не вступать в брак? Потому что девство я считаю гораздо за сточтение брака. И однако через это я не поставляю брака в числе худых дел, но даже очень хвалю его. Он есть пристань целомудря для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать в природе. Поставляя законное совокупление, как оплот, и таким образом удерживая волны похоти, он поставляет и сохраняет нас в великом спокойствии. Но есть люди, которые не нуждаются в таком ограждении, вместо того укращают ярость естества постами, бдениями, земными поклонами и другими суровостями жизни. Таким людям я советую не вступать в брак, но не запрещаю брака. Между советом и запрещением великое различие. Такое, какое между произволением и необходимостью. Советующий предоставляет слушателю власть в избрании того, что он советует. А запрещающий отнимает у него эту власть. Притом я советую не охуждая брака и не виню того, кто не послушается меня, а ты отвергая брак и признавая его дурным делом и присвояя себе право законодателя, а не советника, естественно ненавидишь тех, кто не слушается тебя. Не так я поступаю, но с одной стороны удивляюсь выступившим на этот подвиг, а с другой не виню и тех, которые остаются вне этого подвига. Осуждение тогда только было бы справедливо, если бы кто стремился к признанному всеми злу. Тот же, кто имеет меньшее благо и не достиг большего, хотя лишается похвала и удивления за это, но по справедливости не может быть осуждаем. «Как же я препятствую вступать в брак, когда не осуждаю брачащихся? Запрещаю я блуд и прелюбодеяние, но брак никогда. И дерзающих на первое я наказываю и отлучаю от церковного общества, а избравших последнее, если они соблюдают целомудрие, я непрестанно хвалю». Таким образом, отсюда происходят две выгоды. Одна та, что не осуждается установление Божие, а другая та, что не только не унижается достоинство девству, но даже оказывается гораздо более почтенным. Так, кто охуждает брак, тот сокращает славу и девству, а кто одобряет брак, тот еще более возвышает девство и делает его более дивным и светлым, что является добром в сравнении лишь со злом, то не есть еще великое добро, а что лучше всякого общепризнанного добра, то есть добро по преимуществу. Таким образом, мы и представляем девство. Почему? Как те, которые охуждают брак, лишают через то похвал девству? Так не порицающий брак, а восхваляет не столько брак, сколько девство. Из тел мы называем красивыми не те, которые лучше изуродованных, но те, которые лучше целых и не имеющих никакого повреждения. Брак добро, и девству потому достойно удивления, что оно лучше добра, и столько лучше, сколько корнище превосходнее грибцов и полководец воинов. Но как отняв у корабля грибцов, ты потопишь корабль, и удалив из сражений воинов, придашь в плен врагам самого полководца? Так и здесь. Если ты не изведёшь брак с его высокой степени, то уронишь славу девству, и не изведёшь его до последней степени зла. Девство – добро, утверждает это и я. Оно лучше брака, и с этим соглашаюсь. Если угодно, я прибавлю, насколько оно лучше, именно настолько, насколько небо лучше земли и ангелу людей. И сильнее сказать, то и этого больше. Ангелы, хотя также не женятся и не выходят замуж, но не имеют плоти и крови, живут не на земле, не тревожатся множеством вожделений, не нуждаются в пищи и питьи, не расслабляются приятной песнью, не соблазняются красивым лицом и не испытывают ничего другого подобного. А как в ясной полде небо представляется чистым, не засмеваясь, никаким облаком. Так и их природа необходимо пребывает светлые и блистательные, не омрачаясь никакой похотью. Род же человеческий по природе своей, уступая этим блаженным существам, напрягает свои силы и тщательно старается по возможности сравниться с ними. Каким образом? Ангелы не женятся, не выходят замуж, не делают этого и девственницы. Те непрестанно пристают и служат Богу, тоже делают и девственницы. Посему и Павел освободил девственниц от всех других забот для непрестанного и неразвлекаемого служения Богу. Хотя они пока еще не могут восходить на небо как ангела, потому что плоть удерживает их. Но и здесь они имеют великое утешение, принимая самого владыку небес, если будут святы телом и духом. Видите достоинство девства, как оно способствует пребывающим на земле. Проводить жизнь, подобно небожителям, облеченным плотью, не позволяет уступать силам бесплотным. Людей ведет к соревнованию с самими ангелами. Но все это не относится к вам, искажающим такое дело, клевещущим на владыку, называющим его злым. Вас ожидает наказание лукавого раба, а девственницам церкви, предлежат многие великие блага, превосходящие и зрение, и слух, и мысль человеческую. Посему оставив херетиков, так как для них довольно уже сказано, обратим речь затем к чадам церкви. С чего же прилично начать слово? С тех самых слов Господа, которые Он вещает через блаженного Павла, ибо надо веровать, что совет апостола есть совет Господа. Так слова о женившемся, повелевая не я, но Господь. И еще. Впрочем же, не я говорю, я говорю, а не Господь. Апостол не то хочет сказать, что одно из этих завещаний принадлежит ему самому, а другое – Господу. Как решился бы сказать или помыслить что-нибудь неугодное Христу и при том в виде узаконения тот, кто имел в себе говорящего Христа, кто для того только старался и жить, чтобы жил в нем Христос, у кого и царство, и жизнь, и ангелы, и силы, и всякое другое творение, и вообще все занимает старостепенное место после любви к нему. Итак, что же значат слова апостола? Я и не я. То, что одни из законов и догматов преподал нам Христос сам непосредственно, а другие через апостолу. А что сам он не все законы и догматы постановил непосредственно, об этом послушай, что он говорит. Много имею говорить вам, но вы не можете вместить. Таким образом, жена с мужем, да, не разлучается. Христос еще прежде постановил, когда был на земле во плоти, и потому апостол и говорит о женившемся за вещевая не я, но Господь. Но касательно неверных он ничего не сказал нам сам непосредственно, а дал закон, подвигнув к тому душу Павла. Поэтому и сказал апостол, не Господь, но я. Желаю выразить не то, что сказано им есть учение человеческое, как это возможно. А что Господь преподал эту заповедь не тогда, когда обращался с учениками, а после, через Него. Как слова Господь, не я. Не то означает, будто он не соглашается с повелением Христа. Как и слова Я, а не Господь. А означает не то, будто апостол говорит что-нибудь особенное, не угодное Богу. Но только то, что эта заповедь теперь преподается через Него. Так и беседой о вдовице он и говорит. Блаженшая та, когда она прибудет по моему совету. 1 Коринфянам 7.40. Потом, дабы ты услышав слова по моему совету, не подумал, будто это суждение человеческое. Он, устраняя недоразумение, прибавил, но думает, что я имею Духа Божия. Как то, что он вещает от Духа и называет своим мнением, мы поэтому не назовем изречением человеческим, так и здесь. Когда он говорит, я говорю, а не Господь. Не думай вот это слова Павлова. Ибо он имел в себе говорящего Христа и не дерзнул бы из речи такого учения, если бы не принял от него для нас этого закона. Иначе кто-нибудь сказал бы ему, я как верный не могу жить с неверной, чистой с нечистой. Ты же сам предварительно сказал, что это говоришь ты, а не Господь. Где же найдут безопасную и надежную опору? А Павел сказал бы ему, не бойся. Для того я и сказал, что имею в себе говорящего Христа и что думаешь, что имеет Духа Божия. Чтобы ты в словах моих не подозревал ничего человеческого. Если бы это было не так, то я не приписывал бы такой силы своим суждениям. Ибо помышления смертных нетвердые и погрешительные умышления есть. Примудрость 9.14. И вся Вселенная Церковь подтверждает силу этого закона, в точности соблюдая его. А она не соблюдала бы Вселенская Церковь, если бы не была вполне убеждена, что это изречение есть повеление Христово. Итак, что же Павел говорит по внушению Господа? А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Здесь можно было похвалить Каритин за что-то. Они, не получив от учителя никакого совета касательно детства, сами предупредили его своим вопросом. Отсюда же открывается преуспеяние в благодати. Так как в Ветхом Завете этот предмет не подвергался недоумению. Ибо не только все прочие, но и левиты, и священники, и сам великий архиерея придавали великую важность браку. Почему же Каримтии не пришли к такому вопросу? Они ясно и хорошо понимали, что для них потребна высшая добродетель, так как они удостоены и большего дара. Достойно внимания и то, почему апостол прежде никогда не предлагал им такого совета. Если бы они слышали, что они подобные прежде, то, конечно, не написали бы слова, спрашивая опять о том же. Подлинно. И здесь можно видеть глубину мудрости Павла. Ни без причин и ни напрасно он прежде не давал совета касательно этого дела, но ожидав, чтобы наперед сами они пожелали и получили некоторые понятия о нем. Чтобы, имея пред собой душу, уже расположенные к девству, пользуясь ей слово, когда самое расположение слушателей к этой добродетели много способствовало в воспринятии увещания. А с другой стороны, он показал этим величие и большую важность самого дела. В противном случае он, конечно, не ожидал бы их готовности, но сам предварительно предложил бы это, если не в виде повелений и заповедей, то в виде увещания и совета. Не начиная сам делать этого прежде, он ясно внушил нам, что девство требует многих усилий и великих подвигов. И поступил так, подражая и здесь общему нашему владыке, который тогда стал беседовать о девстве, когда спросили его о том, ученики, так, когда они говорили, что если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Тогда он и сказал, что есть скотцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного. Тогда требуемое дело велико и потому не может быть поставлено в необходимую заповедь. Тогда надо ожидать готовности намеревающихся исполнить его, возбуждая в них наперед хотение и желание другим каким-нибудь образом и незаметно для них. Так поступил Христос. Не беседами о детстве он возбудил в них желание детства, но беседы только о браке и показывая его тяжесть и не простирая речи далее этого. Он так мудро устроил, что не слышавшие еще ничего о безбратьях, сами от себя сказали, что лучше не жениться. Посему и Павел, подражатель Христос, говорил, а о чем вы писали мне, как бы оправдываясь перед коринфянами, и говоря так, я не решался возводить вас на такую необыкновенную высоту по причине трудностей этого дела. Но когда вы сами предварительно написали мне об этом, то я смело даю вам совет. Почему он нигде в другом месте не сделал подобного прибавления, хотя они о многом писали к нему? Не по чему-либо другому, как по тому, о чем я теперь сказал. То есть, чтобы кто-нибудь не огорчился таким увещанием, он напоминает им о письмах, которые они прислали ему. И при том предлагает увещание не строго, хотя имел повод к тому. Но весьма снисходительно, подражая и в этом Христу. Что же, говорит Спаситель, окончив речь о девстве, присовокупил, кто может вместить, да вместит. Но, может быть, кто-нибудь скажет, если хорошо человеку не прикасаться к женщине, то для чего установился в жизни брак? Какая будет нам нужда в женщине, если она не будет приносить нам пользы ни в браке, ни в деторождении? И что воспрепятствует уничтожению всего рода человеческого, когда смерть каждодневно убавляет и поражает его, а это учение не позволяет восстановлять других на место падших? Если бы мы все стали ревновать об этом благе и не прикасались бы к женщинам, то исчезло бы все и города, и домы, и нивы, и искусство, и животные, и растения. Потому что как с падением военачальника необходимо расстраивается весь порядок войска, так и с уничтожением от безбрачия, царствующего над всем земным человеком. Ничто остальное не останется в прежнем устройстве и порядке. И таким образом эта добрая заповедь — исполнить вселенную бесчисленных зол. Если бы так говорили только враги и неверные, то я признал бы слова их маловажными. Но так как и многие, по-видимому, принадлежащие к церкви, говорят это, с одной стороны, по слабости воли оставив девственные подвиги, а с другой, желая охуждением и пренебрежением девства прикрыть свое нерадение, чтобы иметь повод уклоняться от этих подвигов, не по небрежности, а по здравому суждению ума, то мы теперь, оставив врагов, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и почитает то безумием, научим выдающих себя за наших тому и другому. То есть, что девство не только не излишне, но и очень полезно и необходимо. И что такое суждение не останется для них безнаказанным, но навлечет на них столько бед, сколько подвязающиеся в детстве получат наград и похвал. Когда сотворен был весь этот мир и устроено все необходимое для нашего наслаждения и употребления, то Бог создал человека, для которого и сотворил мир. Первозданный жил в раю, а о браке и речи не было. Понадобился ему помощник, и он явился. И при этом брак еще не представлялся необходимым. Его не было бы и доселе, и люди оставались бы без него, живя в раю, как на небе, и наслаждаясь беседой с Богом. Плотская похоть, зачатие, болезни, чадородие и всякие вообще тленности, не имели бы доступа к их душе. Но, подобно светлому ручью, текущему из чистого источника, люди пребывали бы в том жилище, украшаясь девством. На всей земле не было тогда людей, чего теперь боятся те попечители вселенной, которые тщательно заботятся о чужих делах, а не хотят помышлять о своих, которые опасаются, как бы ни прекратился весь род человеческий. Они родят каждое собственное душе так, как бы о чужой, хотя они потребуется от них точный отчет, даже в малейших предметах. Между тем, как за уменьшение людей они не будут подлежать ни малейшей ответственности. Не было тогда ни городов, ни искусств, ни домов, о чем вы также немало заботитесь. Не было тогда ничего этого, однако ничто не возмущало, не извращало той жизни блаженной и гораздо лучше, чем настоящая. Когда же первозданные прислушались Бога и сделали с землей пеплом, то вместе с той блаженной жизнью утратили красоту девство. И оно вместе с Богом оставило их и удалилось. «Пока они не были уловлены дьяволом и почитали своего владыку, да то ли и девство продолжало украшать их более, нежели царей украшая диодимы и золотые одежды. А когда они, сделавшись пленниками, сняли с себя это царское одеяние и сложили это небесное украшение, и приняли смертное тление, проклятие, скорбь, многотрудную жизнь, тогда вместе с этим произошел и брак. Это смертная и рабская одежда. Ибо женившийся, женатый заботится о мирском. Видишь ли, откуда получил свое начало брак, от чего он оказался необходимым? От прислушания, от проклятия, от смерти. Где смерть, там и брак. Не будь первой, не было бы и последнего. Но девство не имеет такой связи с смертью, оно всегда полезно, всегда прекрасно и блаженно. И прежде смерти, и после смерти, и прежде брака, и после брака. Какой брак, скажи мне, породил Адама? Какие болезни, что до родия произвели Еву? Ты ничего не можешь сказать на это. Почему же напрасно боишься и опасаешься, как бы с прекращением брака не прекратился и род человеческий? Тьмы тем ангелов служат Богу, и тысячи тысяч архангелов предстоят Ему. И ни один из них не произошел по преемству от родов, болезни, чадородия и зачатия. Таким образом, Бог тем более мог бы без брака создать людей, как создал Он и первых, от которых произошли все люди. 304. И теперь нехило брака умножает род наш, но слово Господне, сказанное в начале, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Помог ли, скажи мне, брак Аврааму в деторождении? Не после столь многих лет брачного состояния Он сказал, «Господи, что мне дашь?» И вот я отхожу, бесчадный. Почему? Как тогда во мертвелых телах Авраама и Сары Бог устроил источник и корень столь многих тысяч людей, так и в начале, если бы Адам и Ева по виной и заповедям Его удержались от наслаждения древом, познание добра и зла, не оказалось бы недостатка в способе, как размножить род человеческий. Ни брак без соизволения Божия не может умножить числа существующих людей, ни девство не может повредить размножение их, когда Он желает, чтобы их было много. Но Бог соизволил так, как говорит Писание, из-за нас и вследствие нашего непослушания. Иначе почему брак не явился прежде обольщения? Почему в раю не было соития? Почему прежде проклятия не было болезней чадородия? Потому что тогда это было излишним, а после стало необходимым по причине нашей немощи, как это так и все прочие города, искусство, одежда и множество остальных нужд. Все это привлекло и привнесло смерть вместе с собою. Итак, что допущено по причине твоей немощи, того не предпочитай девству, или лучше сказать и не равняй с ним. Иначе, продолжая эту речь, ты скажешь, что и двух жен иметь лучше, нежели довольствоваться одной, так как и это дозволено в законе Моисеевым. А затем ты предпочтешь также богатство, произвольной нищете, пресыщение, воздержание и мщение великодушному перенесению обид. Ты же скажет кто-нибудь, охуждаешь все это. Нисколько не охуждаю, потому что это позволено Богом и в свое время было полезно. Но я утверждаю, что это маловажно и составляет занятие более детей, нежели мужей. Посему и Христос, желая сделать нас совершенными, повелел отлагать это, как одежды детские, не способные ни прикрыть человека взрослого, ни украсить меру возраста Христова. А повелел облекаться в одежды более благообразное и совершенное, не противоречи себе, но вполне последовательно. Хотя последнее повеление больше первого, но цель законодателя одна и та же. Какая же это цель? Пресечь порочность нашей души и возвести ее к совершенной добродетели. Если бы он заботился не о том, чтобы поставить закон высший в сравнении с прежним, но о том, чтобы оставить все в одном и том же виде навсегда и никогда не освобождать от прежней недостаточности, то это было бы делом того, кто весьма противоречит самому себе. И как, если бы он узаконил такой строгий образ жизни в начале, когда род человеческий был еще в детстве, мы никогда не получили бы соразмерного узаконения, и от такой несоразмерности расстроилось бы все дело нашего спасения. Так, если бы он после долгого времени оставил в силе на земле руководительство закона, когда время уже призывало к небесному любомудрию, мы не получили бы никакой пользы от его пришествия, ибо совершенство, для которого совершилось это пришествие, не касалось бы нас. А теперь произошло подобное тому, что бывает с птенцами, когда мать скормит их, то выводит из гнезда. Если же заметит, что они еще слабо падают и имеют нужду оставаться внутри гнезда, то оставляет их там еще на несколько дней. Не с тем, чтобы они навсегда там остались, но чтобы впоследствии, когда у них хорошо окрепнут крылья, и когда прибудет сила, они могли летать безопасно. Так и Господь наш искренне влек нас к небу и указывал нам путь, ведущий туда. Не не зная, а вполне зная, что мы были неспособны к такому парению, но желая показать нам, что наше падение бывает не по его воле, а по нашей немощи. Показав это, он потом оставил нас на долгое время воспитываться в этом мире и брать, и как бы в гнезде. Когда же у нас в течение долгого времени выросли крылья добродетели, то он, пришедший, стал тихо и мало-помало выводить нас из здешнего жилища, научая парить в горнее. Таким образом, тогда как некоторые оставались нерадивыми и, почивая глубоким сном, пребывает еще в гнезде, прилепившись к мирскому, другие поистине благородили и любящие свет с великой легкостью, покинув это гнездо, возлетает на высоту и достигает небес, отказавшись от всего земного, от брака, имущества, забот, вообще от всего, что обыкновенно привлекает нас к земле. Посему мы не должны думать, что сначала дозволенный брак сделался впоследствии такой необходимостью, которая препятствует уклоняться от брака. Что Господь желает, чтобы мы уклонялись от брака? О том, послушай, как он говорит, кто может вместить, да вместит. Если же он сначала не узаконил этого, не удивляйся. И врач больным не приписывает всего вдруг и в одно и то же время. Но пока они одержимы горячкой, он удерживает их от твердой пищи. А когда горячка и происшедшая от нее слабость в теле пройдет, тогда он, наконец, избавив их от неприятных язв, предлагает им обычную пищу. Как в телах стихии, перемешавшись одни с другими вследствие своего избытка или недостатка, производят болезнь, так и в душе неумеренные порывы страстей расстраивают ее здоровье. И весьма нужно во время соответствующих появившимся страстям иметь еще заповедь против них. Так как без того и другого закон сам по себе не в состоянии исправить происшедшее в душе настроение. Подобно тому, как естественные свойства лекарств сами по себе никогда не могут уничтожить рану. А что для ран лекарства, то для грехов законы. Врача, производящего то вырезывание, то прижигание, иногда не делающего ни того, ни другого при одних и тех же ранах, и при том часто не достигающего своей цели. Ты не расспрашиваешь, почему же ты, человек, испытываешь Бога, никогда не погрешающего, но всеустроящего достойно свойственной ему премудрости. Требуешь от него отчета в заповедях и не хочешь уступить бесконечной премудрости. Не крайнее ли это безумие? Он сказал, плодитесь и размножайтесь, потому что этого требовало время, когда природа неистовствовала и не могла выдержать напора страстей, и не имела при такой буре никакой другой пристани для прибежища. И что другое следовало бы заповедать? Проводить жизнь в воздержании девстве? Но от этого произошло бы тягчайшее падение, и более усилилось бы пламя страстей. Если бы детей, имеющих нужду в одненном только молоке, кто-нибудь лишил этой пищи и принудил принимать другую, пригодную для взрослых, то ничто не избавило бы их от скорой смерти. Так вредна безвременность. Посему и девство не преподано вначале, и лучше сказать, девство явилось нам вначале и прежде брака, а после по изъясненным причинам превзошел брак и стал считаться необходимым, хотя в нем и не было бы нужды, если бы Адам прибыл послушным. Каким же образом, скажешь, произошло бы столько тысяч людей? Если тебя продолжает очень беспокоить это опасение, то я опять спрошу тебя, как произошел Адам, как Ева без посредства брака? Неужели, скажешь, таким образом стали происходить все люди? Таким или другим, об этом я не стану говорить, потому что теперь объясняется то, что Бог не имел нужды в браке для размножения людей на земле, а что не девством присоединяется уменьшение всего человеческого рода, а грехом и распутством. Это показало бывшее приное погибель людей, скотов и вообще всего живущего на земле. Если бы сыны Божьи стояли тогда против порочной похоти и почтили девству, если бы они не взирали нефестивыми очами на череп человеческих, то их не постигла бы такая погибель. Впрочем, пусть никто не думает, будто причина их погибель, я считаю, брак. Не об этом я говорю теперь. На том, что род наш погибает, истребляется не от девства, а от греха. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени. Свидетели этому правилу, который говорит, но во избежание блуда каждый имеет свою жену. Не сказал для деторождения, и затем, будьте вместе. Повелевает он не для того, чтобы сделать родителями многих детей. А для чего? Чтобы не искушал, говорит, вас сатана. И продолжая речь, не сказал, если желает иметь детей, а что? Если же не может воздержаться, то пусть женится. Вначале брак имел, как я сказал, две вышеупомянутые цели. Но впоследствии, когда наполнилась и земля, и море, и вся вселенная, осталось одно только его назначение – искоренение, невоздержание и распутство. Ибо для людей, которые теперь еще предаются этим страстям, хотят вести жизнь с веней и расклеваться в непотребных убежищах, брак немалополезен, освобождая их от нечистоты и такой потребности, и сохраняя их в святости и честности. Впрочем, доколе я буду сражаться с тенями? Сами вы, говорящие это, не хуже нас знаете, превосходство девства. И все, что вам сказано, вами, суть только вымыслы, предлоги и прикрытие невоздержания. Если бы даже можно было безнаказанно говорить это, и тогда надо было бы воздержать от порицания девства. Кто держится своего мнения против чего-либо хорошего, тот кроме другого вреда своим превратным и несправедливым отзывом представляет всем немалое свидетельство собственного непотребства. Почему, если не по другой какой причине, то по крайней мере во избежание столь дурова о себе мнения следовало бы удерживать язык. Помня, что тот, кто удивляется людям, прославившимся величайшими подвигами, хотя бы сам и не мог достигнуть того же, получит прощение от всех. А тот, кто кроме того, что сам не подвизается, еще и охуждает, достойный многих венцов, справедливо будет всеми ненавидим, как враг и противник добродетели, и находящийся в худшем состоянии, чем сумасшедшие. Эти люди не сознают того, что делают, и невольно подвергаются страданиям, а потому, когда даже оскорбляют властителей, не только не наказываются, но и возбуждают жалость к себе самих обиженных. Если же кто самовольно дерзнет на то, что те делают невольно, то справедливо будет осужден единогласно всеми, как враг нашей природы. 308. Таким образом, как я сказал, от порицания девства следовало бы воздерживаться, и тогда, когда бы такое порицание было безопасно. Но между тем, с этим сопряжена еще великая опасность. Ибо не тот только, кто сидит и клевещет на брата, на сына матери своей, будет наказан, но и тот, кто дерзает порицать то, что пред очами Божьими прекрасно. 31. Послушай, что говорит другой пророк, рассуждая о том же самом. «Горе, называющим злое добрым и доброе злым, и тем, которое свет называет тьмой, а тьму светом, и горькое сладким, и сладкое горьким». Исаия 5.20. «А что сладостнее, прекраснее и светлее девство? Оно издает лучи светлее самых лучей солнечных, отрешая нас от всего житейского и приготовляя взирая чистыми очами прямо на солнце правды». Это возглашает Исаия о тех из людей, которые имели у себя превратное суждение. А послушай, что говорит другой пророк о произносящих против других такие пагубные слова, начиная речь тем же самым восклицанием «Горе напаяющему подругу свою развращением мутным» Аввакум 2.15. «Горе здесь не пустое слово, но угроза, предвещающая нам невыразимое и беспощадное мучение. Ибо в Писаниях это междометие употребляется о тех, которые уже не могут избегнуть будущего наказания». Еще другой пророк, укоряя Иудеев, говорит «Напаяйте освященное вином» Амоз 2.12. «Если же такому наказанию подвергнется напаяющий Назареев вином, то какой казни не будет достоин тот, повливает мутное развращение в простые души?» «Если подрывающе малую часть законного подвижничества неизбежно подвергается мучению, то какое осуждение постигнет того, кто дерзает потрясать всю эту святыню?» «Если кто соблазнит одного из малых всех, то лучше было бы тому, говорит Господь, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Что же скажут те, которые соблазняют своими словами ни одного малого на многих?» «Если называющий брата уродом будет прямо ввержен в гиенский огонь, то какой гнев навлечет на свою голову тот, кто порицает этот равноангельский образ жизни?» Посмеялась некогда Мариам над Моисеем не так, впрочем, как вы теперь над девством, а гораздо меньше и умереннее, ибо она не унижала его и не осмеивала доблести этого ублаженного моего тогда мужа, но и очень уважала его, а сказала только, что и она достигла того же, чего достиг он. И, однако, этим навлекла на себя такой гнев Божий, что нисколько не помогли даже усиленной молитвой самого обиженного, но наказание ее продлилось долей, нежели как он думал. Что я говорю о Мариаме? Даже дети, игравшие подлить Вифлеема, когда сказали Елисею только «иди, пришивай», так прогневали Бога, что при этих словах медведицы напали на их толпу, их было 40-20, и все они тогда были растерзаны этими зверями. Ни возраст, ни многочисленность, ни то, что они говорили это в шутку, ничто не спасло отроков. И весьма справедливо. 4-я царь, 2-23. Если принявшие на себя такие подвиги будут осмеиваться и детьми и взрослыми, то кто из слабейших решится принять на себя подвиги, преследуемые насмешками и глумлением? Кто из народа будет ревновать о добродетели, видя ее в таком посмеянии? Если теперь, когда ей все везде удивляются, не только те, которые упражняются в ней, но и те, которые отпали от нее, многие не решаются и уклоняются от этих подвигов, то скоро ли кто-нибудь захотел бы избрать ее, если бы видел, что все люди, кроме того, что не восхищаются ей, но еще клевещут на нее? Мужи очень крепкие и как бы уже переселившиеся на небо, конечно, нисколько не нуждаются в одобрении от толпы. Для их ободрения вполне достаточно похвалы от Бога. Но слабейшие и недавно приступившие к этому подвигу получают немалое подкрепление от мнения народа, пока руководимые всеми они мало-помалу достигнут того, что не станут нуждаться в таком руководстве. И не для них только бывает это, но и для спасения самих издевающихся, чтобы они не преуспевали больше в своей порочности от того, что не получили никакого наказания за прежнее. При этих словах мне пришло еще на память случившееся при Илье , что за Елисея потерпели дети от медведиц, тоже за учителей его потерпели два пятидесятка мужей царя в ходе. Вместе с начальниками их от огня, воспламенившегося свыше. Когда они с великой насмешкой, подойдя к горе, где сидел Илья, звали праведника и приказывали ему сойти к ним, то не сшедший вместо него огонь поглотил вместо всех их, подобно тем зверям. Итак, все вы враги девства, размыслив об этом, приложите двери и запоры к устам своим, чтобы и вам в день суда, когда вы увидите там блистающих девствам, не пришлось говорить. «И сии, бывшие, которые были некогда у нас по смеянию и в притче поношении, безумные, мы почитали жизнь их сумасшествен, и контину их бесчестную. Как же они причислены к сынам Божиим и жребий их со святыми? Итак, мы заблудились от пути правды, и свет не сиял нам». Премудрость Соломона 5.3. «Но что пользуют этих слов в то время, когда уже покаяние будет бессильно?» 310. «Может быть, кто-нибудь из вас скажет, неужели с тех пор никто не поносил святых мужей?» «Поносили многие повсюду на земле. Почему же, скажут, они не подверглись такому же наказанию?» «Подвергались, и мы знаем многих из таких. Если же некоторые избегли его, то не избегнут до конца. Ибо, по свидетельству блаженного Павла, грехи некоторых явны, а некоторые откроются позже». 1 Тимофея 5.24. «И как законодатели оставляют отмеченными в записях наказания преступников, так и Господь наш Иисус Христос, наказав того или другого из грешников и отметив их наказание как бы на медном столпе и в письменах посредством случившееся с ними, внушают всем, что хотя в настоящее время не наказываются другие согрешившие одинаково с наказанными, но они в будущее время подвергнутся тягчайшему наказанию. Итак, мы, если безмерно согрешая не терпим никакого зла, должны не восхищаться этим, а сильнее бояться. Если мы здесь не подвергнемся суду Божию, то там со всем миром будем осуждены. Это опять не мой приговор, но Христа вещающего через Павла. Беседуя о тех, которые недостойно приобщаются тайн, он говорит, посему многие немощные и немало умирает. Если бы мы судили себя, то не были бы и судимы. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Есть такие люди, которые нуждаются только в здешнем наказании, когда их грехи умеренны, и они, будучи наказаны, уже не возвращаются к прежнему, подобно псу, возвращающемуся к своей блевотине. Есть и такие, которые за чрезмерность пороков понесут наказание здесь и там. А иные, превзошедшие всех своими злодеяниями, там подвергнутся мучению, не удостоившись принять раны вместе с другими людьми. И с человеками, говорится в Писании, не примут ран. Псалом 72.5. Как соблюдаемый наказь вместе с бесами, идите от меня, скажет Господь, во тьму кромешную, готованную к дьяволу и ангелам его. Многие восхитили священство посредством денег, но не имели обличителя и не услышали того, что некогда Симон волк узышал от Петра. Но через это они не избежали наказания, а подвергнутся гораздо тягчайшему, нежели то, какое они должны бы потерпеть здесь, за то, что не вразумились этим примером. Многие отважились на дела Кореи и не пострадали, как Корей. Но впоследствии они потерпят больше наказания. Многие соревновавшие нечестия фараона не были потоплены в море подобно ему, но их ожидает пучина гиенская. И называвшие братьев своих уродами еще не подверглись наказанию, потому что для них казнь уготована там. Итак, не думайте, будто определение Божией суть только слова. Для того он и исполнил некоторые из них самым делом, например, в Сапфире, Вахане, Вароне и многих других, чтобы неверующие словам его удостоверившись из дел перестали наконец обольщать себя мыслью, что они не будут наказаны, и убедились, что Богу по благости его свойственно давать время грешникам на покаяние, а не вовсе оставлять без наказания, пребывающих в грехах. Можно бы и больше сказать доказательства того, какой огонь уготовляют себе те, которые унижают красоту девству. Но для здравомыслящих довольно и этого. Неисправимых же и безумствующих, и гораздо пространнейшая речь не может удержать от безумия. Посему, оставив эту часть речи, все следующее скажем для здравомыслящих, возвратившись опять к блаженному Павлу. О чем и писали мне, говорит он, то хорошо человеку не прикасаться к женщине. Пусть истыдятся теперь те и другие, охуждающие брак и превозносящие его не по его достоинству. Тем и другим блаженный Павел заграждает уста как посредством этих, так и следующих затем слов. Брак есть добро, потому что сохраняет мужа целомудрий и не допускает погибнуть уклоняющемуся в прелюбодеянии. Посему не охуждай брака. Он приносит большую пользу, не позволяя членам Христовым соделаться с членами блудницы, не попуская святому храму быть оскверненным и нечистым. Он есть добро, потому что укрепляет и исправляет готового пасть. Но на что он тому, кто стоит твердо и не нуждается в его помощи? Здесь он уже не полезен и не необходим, но даже служит препятствием для добродетели не только тем, что причиняет много неудобств, но и тем, что уменьшает большую часть похвал. Кто облекает в оружие такого человека, который может сражаться и побеждать без оружия, тот не только не приносит ему пользы, но и причиняет крайнюю обиду, лишая его прославления светлых ленцов, потому что не допускает его проявить всю свою силу и трофея его быть самым блистательным. И при браке бывает еще больший вред, потому что он лишает не только похвалы от народа, но и наград уготованных девству. Поэтому хорошо человеку не касаться жены. Для чего же ты дозволяешь прикасаться? Во избежение блудодеяния, говорит апостол. Я боюсь возводить тебя на высоту девства, чтобы ты не спал в пропасть при любодеянии. У тебя еще не так легкие крылья, чтобы я стал поднимать тебя на такую высоту. Но они сами решились бы на эти подвиги и устремились бы к красоте девства. Почему же боишься и опасаешься ты, блаженный Павел? Потому, может быть, сказал бы он, что они, не зная этого подвига, показывают такую готовность. А меня самое дело и уже испытанная мною борьба располагает осторожнее советовать это состояние другим. 312. Я знаю трудность этого состояния, знаю силу этих подвигов, знаю тяжесть этой борьбы. Для этого требуется душа ревностная, мужественная, не подчиняющаяся похотям. Здесь надо найти по раскаленным угольям и не обжечься. Притча 6.28. Выступать против меча и не быть раненым. Ибо сила похоти так велика, как сила огня и железа. Если душа выступит неприготовленную и не будет протириться ее влечением, то скоро погубит себя. 6. Нам нужно иметь адамантовый ум, неусыпное зрение, великое терпение, крепкие стены с ограждениями и запорами, бдительных и доблестных стражей. А прежде всего этого – помощь свыше. Ибо если Господь не сохранит город, то напрасно бодрствует теревущий его. Как же мы можем приобрести эту помощь, если мы приложим все с своей стороны, здравые помыслы, великое усердие к посту и бдене, строгое исполнение закона, соблюдение заповедей и, что всего главнее, не будем самонадеянны. 6. Если бы мы успели совершить даже великие подвиги, мы всегда должны говорить сами в себе, если не Господь садись в дом, то напрасно трудится охраняющий его. И если наша ведь брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против смироправителей, тьмы век и сего, против духов злобы поднебесных. День и ночь у нас по мысу должны пребывать вооруженными и быть страшными для постыдных похотей, так как если они немного ослабеют, дьявол приступит с огнем в руках, чтобы поджечь и испепелить храм Божий. Посему мы должны оградить себя со всех сторон. У нас борьба с потребностью природы, подражание жизни ангелов, соревнование с бесплотными силами. Земля и пепел стараются сравняться с небожителями. И тление вступает в соперничество с нетлением. Неужели теперь, скажи мне, кто-нибудь дерзнет равнять с таким делом брак и удовольствие? Не весьма ли это безумно? Зная все это, Павел говорит, каждый имей жену свою. Поэтому он уклонялся, поэтому не решался с самого начала говорить коринфянам о дерзстве, но продолжал речь о браке, желая мало помало отвлечь их от брака, и в эту длинную речь вставил краткие слова о воздержании, чтобы слух их не был поражен строгостью этого увещания. Кто составляет всю речь свою всецело из предметов тяжелых, тот бывает несносен для слушателя, и часто вынуждает душу, не приносящей тяжести его слов, отвращаться от них. А кто разнообразит речи и составляет ее больше из легких, нежели трудных предметов, тот, прикрывая тяжесть предмета и успокоив слушателя, таким образом успешнее убеждает и привлекает его, как поступил и блаженный Павел. Сказав хорошо человеку не прикасаться к женщине, он тотчас перешел к браку, каждый говорит, да имеет свою жену. Девцу он только похвалил, сказав хорошо человеку не прикасаться, и остановился. А касательно брака дает совет и заповедь, и приводит причину в словах во избежение блуда. По-видимому он доказывает позволительность брака, а на самом деле в словах о браке незаметно превозносит похвалами воздержание, не высказывая этого явно, но предоставляя словески слушателей, кто поймет, что ему советуется вступить в брак не потому, чтобы брак был верхом добродетельного, потому что в нем самом Павел осуждает такую походливость, от которой ему невозможно удержаться без брака, тот, устудившись и по красне, в тотчас постарается избрать девство и уклониться от такого бесчестия. Что же потом говорит апостол? Жена доказывает мужу должное благорасположение, так же и муж жене. Затем истолково, изъясняя то же самое, он присовокупляет. Жена не властен над своим телом, но муж. Так же и муж не властен над своим телом, но жена. Это, по-видимому, он говорит о браке, а на самом деле, как бы прикрыв обычной приманкой крючок, закидывает ее в уши учеников, желая самыми словами о браке, отвлечь их от брака. Кто услышит, что после брака он не будет господином самого себя, но будет находиться во власти жены, тот точно постарается освободить от этого горчайшего рабства. Или лучше и не начнет подчинение этому игу, так как подчинившемуся одна же необходимо потом раболепствовать до тех пор, пока это угодно будет жене. А что я не по догадке только высказываю мысль Павла, в этом легко убедиться примером учеников Христова. И они не прежде признали брак тягостным обременителем, как выслушав Господа, доведшего их до такой же необходимости, до какой и Павел доводил тогда Каринчин. Ибо то изречение, что кто отпустит жену свою, кроме вины и любодеяния, тот до этой повода прелюбодействует. И это муж не власти над своим телом. Выражает одну и ту же мысль, только разными словами. Если же кто точнее вникнет в изречение Павла, тот увидит, что оно еще более увеличивает власть жены и делает рабство мужа еще более тяжелым. Господь не предоставляет мужу власти изгонять жену из дома, а Павел лишает его власти над собственным телом, передавая всю власть над ним жене и подчиняя его больше купленного раба. Рабу часто можно бывает получить совершенную свободу, если он будет в состоянии, собрав довольно серебра, внести за себя плату господину. А муж, хотя бы имел жену не сноснейшую из всех, а обязан переносить рабство и никак не может найти освобождение от него и выхода из этого подчинения. 314. Сказав, что жена не власть над своим телом, апостол продолжает, и посему не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, то потом снова будьте вместе. Я думаю, что при этих словах многие из посвятивших себя девству краснеют и стыдятся за такую снисходительность Павлом. Но не смущайтесь и не предавайтесь какому-нибудь непристойному чувству. По-видимому, эти слова сказаны в угождении вступающим в брак. Но если кто тщательно вникнет в них, то найдет в них мысль одинаковую с предыдущими. Если кто станет рассматривать их просто, без отношения к вышеизложенной причине, то они покажутся скорее словами сваки, нежели апостолу. Но если он вполне исследует цели, то найдет и это увещание совершенно соответствующим апостольскому достоинству. Для чего он пространнее излагает свою речь? Разве недовольно было сказать благопристойного вещания предыдущими словами? И смотрите на этом. Заключается ли в словах «не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время что-нибудь больше, чем в словах?» Жене муж должную любовь да воздает. И муж своим телом не владеет ничего больше. А только что там выражено кратко и неясно, здесь изложено пространнее яснее. Это делает апостол по подражанию святому Божию Самуилу. Как Самуил со всей точностью излагал простолюдинам законы о царстве, не для того, чтобы они приняли их, но чтобы не принимали. И, по-видимому, это было наставлением, а на самом деле было некоторым отклонением их от неблаговременного желания иметь царя. Так и Павел многократно и весьма ясно распространяется о подчинении в браке. Желая этими словами отклонить слушателей от брака. Сказав жена, невластно своим телом он продолжает, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию для упражнения в посте и молитве. Видишь, как незаметно и неукоризненно он располагает пребывающих в браке к упражнению и в воздержании. Сначала он просто похвалил это дело, сказав, хорошо человеку не прикасаться к женщине, а здесь предскакупил увещание, сказав, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию. Почему же он то, что хотел установить, предложил в виде увещания, а не в виде повеления? Он не сказал, лишайте себя друг друга, по согласию, а что? Не уклоняйтесь друг от друга, разве только по согласию. Потому что через это речь становится приятнее, выражая мысль учителя, требующую этого не с настойчивостью, от чего исполнение бывает скорее и с великой признательностью. И не этим только он утешает слушателя, но и тем, что, изложив тягостное краткими словами еще прежде, чем слушатель опечалился, он переходит к более приятному, и на этом останавливается долия. Заслуживает исследование следующее – брак честен и ложа непорочна. То почему апостол не допускает их во время поста и молитвы? Потому что весьма странно было бы, если даже иудеи, у которых все имело отпечаток плотской, которым позволялось даже иметь подвежины, одних изгонять, а других брать, так предохраняли себя в этом деле, что, приготовляясь слушать слово Божие, воздерживаясь от законного соития, притом ни один день, ни два, несколько дней, исход 19, то было бы странно, если бы мы, получившие такую благодать, принявшие духа, умершие, испогребшиеся Христу, удостоившиеся усыновления, возведенные в такую почесть, после столь многих и столь великих благ не прилагали усердия одинаково с этими детьми. Если же кто стал большая спрашивать, почему сам Моисей отклонил иудеев от брачного общения? Я сказал бы, что брак, хотя и честен, но может достигать только того, что не оскверняет живущего в нем, а сообщать еще святость, а один он не в состоянии. Это уже дело не его силы, но девство. И не Моисея только, и Павел возвещали это. Послушай, что говорит Яиль. Осветите пост, проповедуйте сельбу, соберите людей, осветите церковь, изберите старейшины. Яиль 2.16. Но, может быть, ты желаешь знать, где он советовал воздерживаться от жены. И Давыдин, говорит он, жених от ложа своего и невеста от чертога своего. Это даже больше Моисеева повеление. Если жениху и невесте, у которых страсти кипят, юность цветет, похоть бывает неудержима, не следует сообщаться во время поста и молитвы, то они гораздо более тем, для которых нет такой необходимости сообщения. Тот, кто молится и постится как следует, должен отказаться от всякой житейской похоти, от всякой заботы и рассеянности, и вполне сосредоточившись в самом себе во всех отношениях, в таком состоянии приступать к Богу. Потому пост и есть добро, что он устраняет заботу души и, прекращая угнетающий ум дремоту, обращает все помыслы к ней самой. На это и Павел намекает, когда отклоняет от совокупления, употребляет выражение весьма точное. Он не сказал, да не оскверняйтесь, но да пребывайте, то есть упражняйтесь в посте и молитве, так как сообщение с женой ведет не к нечистоте, но к неупражнению в этих делах. 316. Если теперь после такой предосторожности дьявол старается препятствовать нам во время молитвы, то застигнув душу расслабленную и изнеженную от пристрастия к жене, чего не сделает он, развлекая туда и сюда наши мысленные очи, чтобы нам не потерпеть этого и не обращаться к Богу с напрасной молитвой, особенно когда мы стараемся преклонить его на милость к нам, апостолы повелевают удаляться тогда от брачного ложа. 416. Если приходящие к царям, что я говорю к царям, даже к низшим начальникам и рабы прибегающие к господам, потерпев ли обиду от других или нуждаясь в каком-нибудь благодеянии, или поспешая укоротить возбудившийся против них гнев, приступая к объяснению с этими лицами, устремив на них глаза и все мысли свои, а при малейшей рассеянности не только не достигает желаемого, но и уходит, получив какую-нибудь неприятность. Если желающие утишить гнев людей и поступают с такой тщательностью, то что будет с нами несчастными, если мы будем приступать с небрежностью к владыке всех Богу, подвершись притом гораздо большему гневу Его, ни слуга не станет раздражать господина, ни подданный царя, так как мы ежедневно прогневляем Бога. Объясняя это, и Христос назвал грехи по отношению к ближнему динариями, а грехи по отношению к Богу тьмой талантов. Посему, когда мы в молитвах прибегаем к Нему, с намерением утешить такой гнев и умилостивить Его, так прогневляемо нами каждый день, Апостол справедливо отклоняет нас от упомянутого наслаждения. И как бы так, говорит, возлюбленные, речь идет у нас о душе, опасность предстоит крайняя, нужно трепетать, страшиться и сокрушаться. Мы приступаем к грозному владыке, многократно оскорбленному нами, имеющему против нас великие обвинения и за великие грехи. Теперь не время объятий и наслаждений, но слез и горьких стинаний, колено преклонений, тщательного исповедания, прилежного сокрушения многих молитвов. Благо будет тому, кто с таким усердием приступив и припадший к Богу, смягчит гнев Его, не потому, чтобы Господь наш был жесток и непреклонен, напротив, Он очень кроток и человека любив, но чрезмерность наших грехов, не попуская даже и благому, кроткому и многомилостивому, скоро прощать нас. Посему и говорит апостол, для упражнения в посте и молитве. Что же может быть прискорбнее того рабства? Я хотел бы преуспевать добродетеля, возноситься на небо постоянным упражнением в постах и молитвах, а мыть нечистоту души. А между тем, если жена не хочет склоняться на это мое намерение, я принужден рабски подчиняться ее невоздержанию. Поэтому сначала Он и сказал, хорошо человеку не прикасаться к женщине. Поэтому ученики говорили Господу, если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться ему. Рассудив, что в браке та и другая сторона необходимо терпить стеснение, они вынуждены этими мыслями и произнесли такое изречение. Павел потому и обращается многократно к одному и тому же предмету, чтобы внушить Коринфянам ту же мысль, что каждый да имеет свою жену. И жене муж да оказывает должное благорасположение. И жена своим телом не владеет. Не уклоняйтесь друг от друга. Будьте вместе! И блаженные ученики Христовы не тот час после первого внушения рассудили так. Но тогда, когда во второй раз услышали об этом, сознали необходимость такой заповеди. Христос беседовал об этом и в то время как восседал на горе, и после многих других наставлений опять говорил, возбуждая в них любовь к воздержанию. Потому что одни и те же наставления, чем чаще повторяются, тем больше имеют силы. Так и здесь ученик, подражая учителю, многократно говорил об одном и том же. А пославление нигде не делает просто, но с приведением причины. Во избежение блуда, говорит, во избежение сатанинских искушений и невоздержания. И таким образом в словах о браке незаметно воздает похвалу девству. 318. Если он из людей, живущих в браке, опасался, чтобы в случае продолжительного их разлучения дьявол не нашел к ним доступ, то каких венцов будут достойны те, которые с самого начала не имели нужду в таком пособии и до конца оставались неуловимыми? При том же и козни дьявола бывают не одинаковы против тех и других. Первых, по моему мнению, он не слишком беспокоит, зная, что прибежище у них близко. Если они почувствуют довольно сильное падение, тотчас могут уйти в пристань. Почему блаженный Павел не дозволяет им плыть далее, но советует немедленно возвращаться назад, если они утомятся, дозволяя опять быть вместе? А девственница необходима должна постоянно пребывать на море и плавать по океану, не имея пристани. И хотя бы поднялась жесточайшая буря, ей нельзя причалить своей ладьи и отдохнуть. Посему, как морские разбойники, не нападают на мореплавателей вблизи города, гавани или пристани, это значило бы напрасно подвергать себе опасности. Но застегнув корабль на середине моря и в поощрении своей дерзости пользуясь отсутствием помощи этому кораблю, там употребляют все усилия и не прежде отстают, как или потопив плывущих, или сами потерпев тоже, так и этот страшный разбойник воздвигает против девственницы великую бурю, жестокий вихрь и невыносимые треволнения. Все переворачив вверх дном, чтобы силой и быстротой опрокинуть ладью. Ибо он слышал, что девственнице не дозволяется вместе собираться, но ей необходимо весь вверх бороться, постоянно сражаться с духами злобы, пока она не достигнет тихой пристани на небе. Поставив девственницу как доблестного воина вне стен, Павел не дозволяет ей отворять ворота, убежище. Хотя бы враг сильно нападал на нее, и хотя бы он приходил в большее неистовство от того самого, что его противнику не дозволяется иметь отдых. И не дьявол только, но и силой естественного вожделения еще более беспокоит неступающих в брак. Это всякому известно. К тому же мы пользуемся тем, что не так скоро влечемся по желаниям, так как беспрепятственность к наслаждению располагает душу к медленности. В этом удостоверяет нас и пословица, хотя простонародная, но весьма справедливая, что всегда во власти нашей, говорит она, того не так сильно хочется. Если же мы встречаем препятствия к тому, что прежде было в нашей власти, то бывает противное, и то самое, чем мы пренебрегали вследствие обладания, делается предметом сильнейшего нашего пожелания. Итак, во-первых, по этой причине вступившую в брак больше спокойствия, а во-вторых, потому что если у них когда-нибудь высоко поднимется пламень страсти, то последующее совокупление скоро погашает его. А девственница, не имея средства погасить этот пламень, хотя видит, что он разгорается и поднимается вверх, и будучи не в силах погасить его, старается только о том, чтобы в борьбе с огнем не сгореть ей самой. Что может быть удивительнее этого? Носить целый очаг внутри себя и не сгорать, питать пламень в тайниках души и сохранять ум неприкосновенным. Ей не позволяется выбросить вон эти горящие угли, и она принуждена переносить в душе то, чего, по словам писателя притчи, невозможно вытерпеть в телесной природе. Что же он говорит? Ходите, кто будет на углях огненных, и может ли он ходить, чтобы не обжечь ног? Но вот она ходит и переносит пытку. Может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не сгорело платье его? А она на себя яростный и бурный пламень не в одеждах, но внутри себя должна сдерживать и скрывать его. Кто же дерзнет, скажи мне, равнять брак с девству или взирать с пренебрежением на это последнее? Этого не допускает блаженный Павел, показав великое различие между тем и другим. Не выходящий замуж, говорит он, заботится о Господнем, а вышедший замуж печется о мирском. Дозволив брачным вместе быть, и этим достаив им удовольствие, послушай, как он далее не одобряет их. Так будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана. Желая показать, что не все зависит здесь от сатанинского искушения, но еще более от нашей испорченности. Он привел главнейшую причину, сказав, «Невоздержанием вашим». Кто не устыдится, слыша это? Кто не постарается избежать упрека в невоздержании? Это увещание относится не ко всем, а к весьма походливым. Если, — говорит он, — ты такой раб наслаждения, если ты так расслаблен, что беспрестанно распаляешься и стремишься к совокуплению, то сообщайся с женой. Таким образом, это дозволение есть не одобрение или похвала, но посмеяние и осуждение. Если бы он хотел не очень сильно касаться души сластолюбцев, то не употребил бы слово «невоздержание» весьма выразительного и содержащего великий упрек. Почему же он не сказал «немощи вашей»? Потому что это больше означало бы извинение с его стороны. А слово «невоздержание» он выразил чрезмерность и беспечность. Итак, «невоздержание» свойственно не иметь силы для удаления от прелюбодеяния, если кто не будет постоянно иметь под для себя жену и наслаждаться этого куплением. Кто же скажет теперь те, которые считают девство излишним? Оно чем строже соблюдается, тем больше заслуживает похвалы. А брак тогда особенно и лишается всякой похвалы, когда кто-нибудь пользуется им до пресыщения. «Сие говорю вам по совету, по снисхождению, а не по повелению. А где снисхождение, там не может быть места похвале». И беседуя о девах он сказал «Повеления Господнего не имею». Так, не сравнял ли он то и другое? Нет. О девстве он дает свое мнение. А здесь снисхождение. Не повелевает он ни того, ни другого. Не по одной и той же причине. Но там потому, чтобы кто-нибудь, желая преодолеть невоздержание, не встретил препятствия к тому в обязательном повелении. А здесь потому, чтобы кто-нибудь, не имеющий сил достигнуть девству, не был осужден как преступивший повеление. «Я не повелеваю, — говорит он, — оставаться в девстве, потому что боюсь трудности этого дела. Не повелеваю и беспрестанно сообщаться с женою, потому что не хочу быть законодателем невоздержания. Я сказал, собирайтесь, удерживая от ниспадения ниже, но не препятствуйте усердному восхождению выше». Итак, не он преимущественно желает, чтобы брачные постоянно сообщались с женою, но так установлено невоздержанием людей обеспечнейших. Если ты хочешь узнать собственное желание Павла, то послушай, каково оно. «Хочу, — говорит он, — чтобы все человеки были как я, то есть в воздержании». Итак, ты, апостол, желаешь, чтобы все соблюдали воздержание, желаешь, чтобы никто не был в браке. Так, но, впрочем, этим я не препятствую желающим вступать в брак и не обвиняя их, но молюсь и желаю, чтобы все были как я. А брак я дозволяю во избежание блудодеяния. Посему и вначале я сказал, хорошо человеку не касаться женщины, потому что этого я более желаю. 320. А для чего он здесь упоминает о самом себе в словах? «Хочу, чтобы все человеки были как я». Если бы этого не было прибавлено, то он избежал бы речи о самом себе. Для чего же он присоокупил? «Как я». Не для того, чтобы превозносить себя самого. Он, хотя предзошел от других апостолов в трудах проповеди, но считал себя недостойным даже апостольского наименования. «Я, как меньший из апостолов», — говорит он, и как будто сказав что-нибудь превышающего достоинства, тот сейчас поправляется и говорит, «Ты не достоин называться апостолом». Зачем же здесь при увещании он выставляет себя? Не просто и не напрасно. Но он знал, что ученики тогда особенно душевляются ревностью к добру, когда имеют примеры учителей. Как тот, кто любомудрствует только на словах без дел, не приносит великой пользы слушателю, так, напротив, тот, кто может предложить совет наперед, исполненный им самим, этим больше всего увлекает слушателя. Притом он представляет себя чистым и от зависти, и от гордости, ибо желает, чтобы такая превосходная добродетель была общей у учеников, не домогаясь иметь что-нибудь больше их, но во всем уравнивая их самим собою. Могу привести третью причину. Какую же? Пребывание в детстве казалось трудным и неудобным для многих, посему, желая представить его весьма легким, апостол выставляет на вид устевшего в этом, чтобы они не считали его очень тягостным, но взирая на путеводители, и сами смело вступали на тот же путь. То же делает он и в другом месте. Беседая с галатами, стараясь освободить их от страха перед законом, под влиянием которого они привязывались к древнему обычаю, и соблюдали многое, относящееся к нему, что говорит он? Будьте как я, потому что и я как вы. Галатам 4.12. Это изречение означает следующее. «Вы не можете, — говорит он, — сказать мне, — ты потому безопасно любомудрствуешь с нами о всем этом, что ныне обратился из язычников и не знаешь страха, происходящего от преступления закона? Нет, — говорит он, — и я, подобно вам, находился некогда в этом рабстве, был под велениями закона, хранил ее и соблюдал заповеди. Но когда явилась благодать, то я всецело перешел от закона к ней. И нет преступления в том, что мы перешли к мужу иному». Переметрия 1. «Посему никто не может сказать, что я делаю одно, а советую другое. Или что я, заботясь о собственной безопасности, вверг вас в опасность. Если бы это дело было опасно, то я не предал бы самого себя и не пренебрег бы собственным спасением». Таким образом, как здесь, поставив себя в пример, он освободил Галатов от страха, так и там, выставляя себя на вид, он устраняет беспокойство коринфян. Но каждый, — говорит он, — имеет свое дарование. Один — так, другой — иначе. Смотри, как отличительный признак его апостольского смиренно-мудрия нигде не скрывается, но повсюду ясно выражается свою заслугу. Он называет дарованием Божиим. И на что он употребил много трудов, то всецело приписывает Господу. И что удивительного, если он так поступает, говоря о воздержании, когда он таким же образом рассуждает и о проповеди, для которой понес бесчисленные труды, беспрестанные скорби, невыразимые бедствия, ежедневные смерти, что же говорит он об этом? «Я потрудился более всех, и, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною». Не говорит, что одно принадлежит ему, а другое — Богу, но все приписывает Богу. Так признательному рабу свойственно не считать ничего собственным, но все господским. Ничего не усвоять себе, но все господину. То же он делает и в другом месте. «Имущие дарования по благодати данные нам различные». Далее он исчисляет начальственные должности, милостыни и подаяния, бывшие между римлянами. А что все это заслуги, а не дарования — это ясно для всякого. «Я сказал об этом для того, чтобы ты, услышав слова Его, каждый имеет свое дарование, ни Павел Духом и не сказал самому себе, «Девство не зависит от моего усердия». Павел назвал его дарованием. Он говорит это по смирению, а не потому, чтобы хотел поставить воздержание в числе дарования. Таким образом, он не противоречит ни самому себе, ни Христу, не противоречит Христу, который сказал, «Есть копцы, которые сами себя скопили ради Царства Небесного, и присовокупил, кто может вместить, да вместит». Не противоречит и самому себе, так как он осуждает тех, которые, избрав вдовство, не хотели устоять в своем намерении. Иначе, если это дар, для чего он угрожает давидцам в словах? Итак, и они впадают в грех, так как отверглись прежние веры. Христос никогда не осуждал наказание тех, которые не имеют дарований, но всегда тех, которые не оказывают праведной жизни. Для него особенно желательна отличная жизнь и безукоризненные дела. А разделение дарования зависит не от воли получающего, но от воли дающего. Поэтому Христос нигде не восхваляет творящих чудеса. И учеников, восхищавшихся этим, отклоняет от такой радости. Не радостись, говорит он, что духи вам повинуются, а везде им ублажаются милостивые, смиренные, кроткие, чистые сердца, миротворцы, совершающие все это и тому подобное. И сам Павел, пересчисляя свои заслуги, упомянул между ними о воздержании, когда в терпении многом, в скорбях, в бедах, в киснотах, в ранах, в темницах, в трудах, в нестроениях, в бдениях, в пощениях, он присокупляет, в очищении. Он не поступил бы так, если бы эта чистота была дарованием. И почему он упрекает тех, которые не имеют ее, называя их невоздержными? Почему по словам его? Не, давай браку свою деву лучше творить, то есть невыдающей девы. Почему в блажении есть давай, если она останется так? Потому что, как я выше сказал, ублажается не за чудеса, а за дела, равно как и наказываются. И почему он неоднократно повторяет увещание к одному и тому же, если это дело не зависит от нас, и после благодати Божией не требует нашего усердия? Сказав, хочу, чтобы все человеки были как я. Он говорит так, а безбрачным и вдовицам. Говорю, хорошо им остаться, как я. И опять приводит пример самого себя по той же причине, чтобы, имея пример вблизи и у себя. Каринтини скорее решились на подвиги девства. А что он и выше, при словах, хочу, чтобы все были как и я, и здесь хорошо им, если останутся как и я, нигде не приводит причины, не удивляйся этому. Он поступает так и под тщеславие, но считает достаточными причинами свое мнение оправданное им на деле. Если же кто хочет слышать суждения и об этом, браке овдовевших, то пусть сначала примет во внимание мнение о том всех людей, и потом все, что будет сопряжено с этим делом. Хотя законодатели не наказывают за такие браки, даже дозволяют и извиняют их, Но многие в домах и на площади много говорят о брачных делах с насмешками, укоризнами и отвращением. Все уклоняются от таких людей не менее, как от клятва преступников. Так сказать, не смея не вступать с ними в дружбу, не заключать с ними договоров, не доверять им чем-нибудь другом. Кто увидит, что они так легко изгладили в своей душе такую привычку и дружбу, и сожительство, и общение, у того делается от этих мыслей некоторое оцепенение. И он уже не может со всей искренностью приближаться к ним, как к людям легкомысленным и переметчивым. И не поэтому только отвращаются от них, но и по самой неприятности того, что происходит у них. Что может быть, скажи мне, несноснее того, как после великого плача, вопли и слез, растрепанных волос и черной одежды, вдруг видят рукоплескания и брачные чертоги и смятения, все в противоположность предшествовавшему, как будто бы актеры на сцене разыгрывали то одну роль, то другую. Как там ты можешь видеть одного и того же, то царем, то последним бедняком, так и здесь. Тот, кто недавно простирался подле могилы, вдруг делается женихом. Кто растрепал свои волосы, снова носит на той же голове венец. Кто с поникшим и печальным взором, а часто со слезами, высказывал утешавшим его много похвал отшедшей жене и говорил, что мы жизнь не жизнь и негодовал на удерживавших его отсветывание. Тот и часто перед теми же самыми лицами снова украшается и наряжается, и как прежде со слезами на глазах, так теперь с улыбкой смотрит на тех же самых людей и дружелюбно приветствует всех теми же устами, который прежде проклинал все подобные радости. И что всего прискорбнее, с этим вместе вносятся раздоры между детьми, подле дочерей появляется львица, ибо такова обыкновенно бывает мачеха. Отсюда ежедневные пререкания и ссоры, отсюда странная и ничем не сообразная неприязнь к той, которая уже никого не беспокоит. Обыкновенно живые преследуют и преследуются завистью, а с умершими и враги примиряются. Но не так бывает здесь. Прах и пепел становятся предметом неприязни. Невыразимая ненависть направляется против погребенных. Злословие, порицание и клеветы на разложившуюся в земле. Непримиримая вражда, к ней причиняющая никому никакого огорчения. Что может быть хуже такого неразумия, такой жестокости, нисколько не обиженная, умершая, пользующаяся ее трудами и наслаждающаяся ее добром, не перестает сражаться с ее тенью. И не причинившую никакого огорчения, а часто и невиданной никогда, ежедневно осыпает множеством порицаний, спит несуществующие через детей ее, а часто вооружает против них и мужа, если сама не имеет успеха. И однако все это людям представляется легким и сносным, чтобы только им не было нужды переносить влечение похоти. А девственница не страшится этого противоборства, не избегает этой борьбы, кажущейся для многих столь невыносимой, но доблестно становится и вступает в борьбу с природой. Можно ли же надеяться ей по ее достоинству, когда другие нуждаются даже во втором браке, чтобы не воспоменяться, а она, не испытав ни одного, всегда остается святой и неврежденной. Поэтому и прежде всего, ввиду уготованных вдовсту наград на небесах, апостол, имея в себе говорящего Христа, сказал, «Хорошо, если останется так, как я. Ты не могла взойти на самую высшую степень совершенства? По крайней мере, не исподнись той, которая следует подле нее после. Пусть девственница имеет перед собой только то преимущество, что похоть ни разу не преодолела ее, а тебя, прежде преодолев, не могла навсегда удержать в своей власти. А ты после поражения победила, а та имеет победу чистую от всякого поражения. Соприкасаясь с тобой в конце, она превосходит тебя только поначалу». 324. Итак, вступившим в брак апостол преподает много утешений, так как и не лишает их друг друга без взаимного их согласия, и это лишение по согласию не простирает на долгое время, и еще позволяет им второй брак, если пожелают, чтобы не воспламеняться. А действующим он не преподал никакого подобного утешения, но первых после такого воздержания опять освобождает от него. А девственницу без малейшего облегчения оставляет во всю жизнь сражаться, стоять неуклонно и смущаться вожделениями, и не дает ей ни малейшего отдыха. Почему же и ей он не сказал, если не удержится, да пусть выходит замуж? 1 Коринфянам 7.9. Потому что и борцу, когда он уже снял одежду, намастился, вышел на поприще и покрылся пылью, никто не сказал бы «отстань и убеги от противника». Но необходимо уже каждому из них выйти или увенчанным, или падшим и посрамленным. В детской игре и в гимнастической школе, где упражняется с близкими людьми и борется с друзьями, как бы с врагами, всякий сам властен и подвязаться, и не подвязаться. Но когда кто уже обязался, и театр собрался, и распорядитель состязаний явился, и зрители уселись, и соперник выведен, и противопоставлен, тогда закон состязаний отнимает у борца власть. Так и деве, пока она еще не решила, вступать ли ей в брак или не вступать, брак дозволяет беспрепятственно. Но когда она избрала и обрекла себя на девство, то она уже вывела себя на поприще. Кто же осмелится в то время, как зрелище открыто, когда свыше взирает ангела и подвигоположник Христос, когда дьявол неистуствует искрежеще, стоит на виду и устремляется на борьбу, выступит на середину и сказать «Беги от врага, оставь труды, удержись от столкновения, не подергай и не преодолевай соперника, но уступи ему победу». Что я говорю о девах? Даже и вдовицев никто не осмеялся бы сказать такие слова, а вместо их сказал бы следующее страшное, что они, когда разбогатеют против Христа, восстают и хотят выйти замуж, отвершись прежней веры. Между тем сам апостол говорит безбрачным же и вдовицам, говорю, хорошо им остаться так, как я. Если же не может воздержаться, то пусть выходит замуж. И еще, если же умрет муж ее, то она свободна выйти за кого хочет только в Господе. Почему же ту, которая дает свободу, он опять подвергает наказание, и тот брак, о котором говорит, что он бывает в Господе, осуждает как дело беззаконное? Не смущайся, это не тот же самый брак, а другой. Как в словах, что если дева выйдет замуж, то не согрешит. Он рассуждает не о той деве, которая отреклась от брака, очевидно для всякого, что такая дева через это согрешила бы, и грехом тяжким. Но о той, которая еще не испытала брака, еще не решилась ни на то, ни на другое, а находится в колебании между этими двумя помыслами, так и там он говорит о вдовице, просто не имеющей мужа, еще не связавшей себя решением собственной воли, но свободно избрать и то, и другое. Там же и о той, которая уже не властно опять сообщается с другим женихом, а приступила к подвигам воздержания. Ибо можно быть вдовой и не быть в ряду имеющих достоинства вдовица, если она еще не получила его. Посему он и говорит, вдовица да почитается не менее как шестидесятилетняя, бывшей женой одного мужа. Простой вдове он дозволяет вступить в брак, если она пожелает, а давшую Богу обет всегдашнего вдовства, и потом вступившую в брак, он сильно осуждает за то, что она поправила завет с Богом. Таким образом, к первым, а не к последним он говорит, что если не может воздержаться, пусть уходит замуж, ибо лучше жениться, нежели разжигаться. Видишь ли, что брак сам по себе нигде им не прославляется, но дозволяется в избежании прелюбодеяния, искушений, невоздержания, все это он говорит выше. А здесь произнесший против них сильный укоризм, он снова говорит о том же в более благосклонных выражениях, называя их состояние разжиганием и распалением. Однако и здесь он не оставил слушателя без укоризмы, не сказал, если чувствует какой-либо порыв в страсти, если вынуждается, если не могут воздержаться, и ничего такого, что свойственно страдающим, и достойно снисхождения. Но что, если не может воздержаться, что свойственно нежелающим действовать по беспечности, он показывает, что того дела, которое находится в их власти, они не исполняют, потому что не хотят трудиться. Впрочем, и при этом он не наказывает их и не осуждает на мучения, но только лишив похвал, ограничивает свое неудовольствие словесными укоризмами. Нигде не упоминая о деторождении этой благовидной и честной причине брака, а только о разжигании, невоздержании, прелюбодеянии и сатанинском искушении, и во избежание этого дозволяя брак. Что же скажется, если он избавит нас от наказания? Мы благодушно перенесем всякое осуждение и всякие укоризмы, только было бы дозволено наслаждаться и постоянно удовлетворять похоть. А что, почтеннейший, если не дозволен наслаждаться, и мы пожнем только укоризму? Как скажешь, разве не дозволяется наслаждаться, когда Павел говорит, что если не может воздержаться, то пусть женится, но выслушай, что следует за этим? Ты узнал, что лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Ты принимаешь приятное, одобряешь дозволение, удивляешься с нисхождения апостола, но не останавливайся на этом, а прими последующее. То и другое повеление принадлежит одному и тому же апостолу. Что же он говорит после этого? А женившимся, завещевая не я, но Господь жене от мужа не разлучается. Если же и разлучиться, то пребывать безбрачной, или смириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. А что, если муж будет кроток? Жена же своенравна, злоречива, болтлива, расточительна. Это общий из всех их недуг. И преисполнено многих других дурных качеств 327. Как он несчастный будет переносить такую каждодневную неприятность, гордость, бесстыдство? Что если, наоборот, она будет скромна и тиха, а он дерзок, подозрителен, гневлив, весьма надменен богатством или властью, будет обращаться с ней свободной, как с рабою, и будет расположен к ней нисколько не лучше, как и к служанкам? Как она перенесет такое унижение и притеснение? Что если он постоянно отворачивается от нее и делает это непрестанно? Терпи, говорит апостол, все это рабство. Ибо только тогда ты будешь свободна, когда он умрет. А при жизни его необходимо одно из двух. Или весьма тщательно вразумлять его и справлять. Или, если это невозможно, мужественно переносить непрестанную и непримиримую вражду. Вы же вам говорил, не удаляйтесь друг от друга, разве только по согласию. А здесь разлучившийся повелевает воздерживаться, хотя уже по неволе. Да остается, говорит, безбрачной или же смириться с мужем своим. Видишь, как она находится между двух бед. Она должна или терпеть насилие от похоть, или, если это не хочет, угождать своему обидчику и быть готовой на все, чего бы он не захотел. Наносить слепобои, или осыпать злословием, или подвергать презрению слуг и прочее тому подобное. Так как мужьями придумано много средств, когда они захотят наказать своих жен, если же она не потерпит этого, то должна пребывать в бесплодном воздержании. Бесплодным, говорит, потому что к нему не относится данное обетование, так как оно происходит не от стремления к святости, а от гнева на мужа. Но пребывает, говорит, безбрачная или же смириться с мужем. А что скажешь, если он не захочет помириться? У тебя есть другая возможность избавиться и освободиться. Какая же? Ожидая его смерти. Как девственнице никогда не позволительно вступать в брак, потому что жених ее всегда жив и бессмертен, так и вступивший в брак, тогда только можно получить свободу, когда умрет ее муж. Если бы при жизни его можно было ей переходить от одного к другому и от этого опять к иному, то для чего и браки, когда мужья стали бы безразлично пользоваться женами друг друга и все просто смешались бы со всеми. Не исчезли бы и взаимные расположения, если бы сегодня один, завтра другой, а потом третий стал жить с женой кого-либо из сожителей. Справедливо Господь назвал это прелюбодеянием. Для чего же Он позволил это иудеям? Для того, чтобы они не враждовали друг с другом, чтобы родственную кровью не наполняли своих жилищ. Что лучше было, скажи мне, для сделавшейся ненавистной, быть ли изгнанной вон или быть убитой внутри дома? А последнее они сделали бы, если бы и не дозвольно было изгонять. Посему Господь и говорит, если возненавидишь, отпусти. Второе законе 24.1. Когда же Он беседует с кроткими и такими, которым не позволяет даже гневаться, то говорит, если же разлучиться, то пребывает безбрачно. Видишь ли стеснение? Неизбежное рабство, связывающее обоих узы. Поистине брак есть узы. Не только по причине множества забот и ежедневных неудовольствий, но и потому, что подчиняет супругов друг другу хуже всякого раба. Обладать будет, говорит Господь, муж, женую. А какая польза от этого обладания? Оно также и его делает рабом обладаемой, составляя некоторое новое и необыкновенное воздаяние посредством рабства. Как многие беглецов, быв связанные сами по себе и еще привязаны одни к другим, какой-нибудь небольшой цепью, прикрепленной обоими концами, каковым, не могут вступать свободно, потому что каждый из них принужден следовать за другим. Так и души супругов, имея свои особые заботы, имеют и другие стеснения, происходящие от союза друг с другом, сдерживающие их хуже всякой цепи и отнимающие свободу обоих тем, что не предоставляет начальство кому-нибудь одному из них, но разделяет власть между обоими. Итак, где те, которые за наслаждение удовольствием готовы переносить всякое осуждение? Немалая часть удовольствия сокращается от взаимных огорчений и распри, часто продолжающихся в течение долгого времени. И самое рабство, заставляющее одного невольно переносить свою нравность другого, в состоянии помрачить всякое наслаждение. Посему и блаженный Павел сначала укоризненными словами удерживал в стремлении к сладострастию, во избежение блуда, для избежения невоздержания и разжения. Но, зная, что эти слова осуждения для многих малозначительны, потом для обуздания их прибавляют более сильные выражения. Посему и ученики Христова нашли, нужно сказать, что лучше не жениться, ввиду того, что некоторые из супругов не власти над самим собою. И это предлагается уже не как увещание или совет, но как обязательное повеление и заповедь. Только вступать или не вступать в брак зависит от нас, а то, что последует за браком, уже не в нашей власти. Но волей или неволей нужно переносить рабство. Почему? Потому что мы не по неведению избираем это подчинение, но очень хорошо зная его права и законы, добровольно подвергаем себя этому игу. Затем, сказавши о живущих с неверными женами, изложив подробно все законы о браке, оставив речь и о рабах, и достаточно утешив их тем, что этим рабством не унижается их духовное благородство, он переходит, наконец, к словам о девстве, которые прежде соблюдал в себе и старался посеять, а теперь открыл, хотя не утерпев, не умолчав об этом, и в словах о браке, ибо кратко и в разных местах он поместил слова о девстве. И в этом последнем увещании и таким прекрасным способом приготовил наш слух и предрасположив ум, взял превосходное введение к речи о девстве. После увещания рабам, сыною, говорит, вы куплены, не будьте рабами человеков. 1 Коринзин 7.23 Напомнив о благодеянии нам Господа, этим воскресивый вознесший на небо умы всех, он потом излагает учение о девстве, выражаясь такими словами. А о девстве же, по велению Господне не имея, но даю совет, как, будучи помилован от Господа, быть верным ему. Хотя он также не имел повеления относительно верных, сопрягающихся с неверными. Однако о них с великой власти дает закон и пишет так. Впрочем же я говорю, а не Господь, если который брат имеет жену неверную, и она желает жить с ним, но тогда не оставлять. Почему же относительно девств ты не объявляешь того же? Потому что Христос относительно этого дал ясное постановление, запрещая вводить девству, как обязательную заповедь. Ибо слова его, кто может вместить да вместит, предоставляют слушателю власть выбора. Беседая о воздержании, апостол говорит, хочу, чтобы все люди были, как я, в воздержании. И все. Безбрачным и вдовом, говорю, хорошо им быть, как я. Говоря же о девстве, он ничего не упоминает нигде о самом себе. Потому он и говорит весьма скромно и с великой осторожностью, что сам не совершал этого подвига. По велению Господне, говорит он, не имею. Всерва предоставив выбор и хорошо настроив слушателя, он потом и преподает совет. Так как самое название девства тотчас указывает на великий подвиг, то он не тотчас переходит к этому вещанию. Но привлекший к себе ученика сначала посредством выбора и приготовив душу его послушание и покорности, он потом уже делает предложение. Ты слышал, что девство есть название многих трудов и подвигов? Ну не бойся. Оно не есть повеление и не вводится, как обязательная заповедь. Но тем, который принимает его на себя добровольно и по избранью, оно воздает собственными благами, возлагая на голову их блестящий и добросветный венец. Тех же, которые отказываются и не желают принять его, оно не наказывает и не принуждает к тому против воли. И не только этим он сделал слово свое не обременительным и приятным, но и указанием на то, что благодать этого подвига дается не от него, но от Христа. Он не сказал о девах, я не повелеваю, но повеления не имею. И как бы так говорил. Если бы я предлагал такое увещание, руководясь человеческими рассуждениями, то не следовало бы решаться на это. Но так как это угодно Богу, то залог безопасности надежен. Я же лишен власти давать подобное повеление. Но если вы хотите выслушать меня, как равного вам раба, то совет даю, как помилован, будучи от Господа, быть верным ему. Здесь застойно удивление великое искусство и благоразумие блаженного Павла, как он, находясь среди двух необходимостей и противоположностей, представить собственную личность для того, чтобы совет стал удовлоприемлемым и не сказать о себе ничего лишнего, так как сам он не имел этой добродетели. В кратких словах достиг того и другого, ибо словами, я помилован, он как бы выставляет самого себя, а тем, что не выставляет себя с более блистательной стороны, уничижает и смиряет себя. 330. Он не сказал, даю совет, как человек, которому верено благовестие, как удостоенный быть проповедником язычников, как такой, кому вручено начальство над вами, как учитель и руководитель, но как? Ибо помилован, говорит он, утверждая меньшее, ибо быть только верным менее, нежели быть учителем верных. Он даже прибавляет еще другое уничижение. Какое? Не говорит, как сделавшийся верным, но получивший милость от Господа. Не думайте, что только апостольство, проповедничество и учительство – суть дары Божии, но даже самая вера произошла у меня по его милости. Не потому, что я был достоин, я удостоился веры, говорит он, но только потому, что я был помилован, а милость по благодати, а не по застуге. Так что, если бы Бог не был в высшей степени милосерд, то я никогда не мог бы сделаться не только апостолом, но и верным. Видишь ли признательность и сокрушенное сердце раба, который не приписывает себе никакого преимущества перед прочими, но даже о том, что было общим у него с учениками, о вере, говорит, что она не его, а дар милости и благодати Божией, выражая этими словами как бы следующее. Не считайте недостойным принять от меня совет, ибо и Бог не признал меня недостойным своей милости. Впрочем, это только совет, а не повеление. Я советую, а не узаконяю. Никакой закон не запрещает предоставлять и предлагать что-нибудь полезное для каждого, в особенности, если это делается по просьбе слушателей, как, например, теперь по вашей. Думаю, говорит, сие добро быти, стих 26. Видишь, какая скромная и чуждая всякой власти речь. Можно было бы сказать так, если Господь не заповедал девство, то и я не заповедую, но советую и вещеваю вас стремиться к этому, ибо я ваш апостол, подобно тому, как он сказал им дальше. Если для других я не апостол, но для вас апостол. Здесь же не говорит он ничего такого, но употребляет слова с большой скромностью. Вместо советы даю совет. Вместо как учитель, как получивший милость от Господа, быть верным ему. И как будто этого было недостаточно, чтобы сделать речь смиренной, он начал с совета. Снова умаляет власть, не просто предлагая его, но и приводя причину. Ибо говорит, думаю, что по лучшей нужде оставаться лучше так. Когда он говорит о воздержании, то не сказал думаю, и не привел никакой причины, а просто сказал, хорошо, если останется как я. Здесь же, думаю, добро бытье. Это он делает не потому, чтобы сомневался относительно этого предмета. Нет. Но потому что желает все предоставить суду слушателей. Ибо советник не тот, кто решает своими словами, тот, кто все предоставляет суду слушателей. О какой же нужде он говорит здесь? Объестественной ли? Нет. Потому что, во-первых, если бы он говорил об этой нужде, то, упомянув о ней, он сделал бы противное тому, чего хотел. Ибо желающая вступить в брак, не пристанно ссылается на нее. Во-вторых, он не назвал бы ее настоящую. Он и теперь только наизревле прирождена роду человеческому. Она. Эта страсть. И была прежде более тяжелой необузданной, но по пришествии Христа и с преуспеянием добродетели сделала судобо преодолеваемую. И так не о ней он говорит, но подразумевает другую нужду, разнообразную и разнородную. Какая же это? Извращение дел житейских. Наступает такое смятение, такая тяжесть и забот, такое множество обстоятельств в жизни, что вступившие в брак против воли, весьма часто принужденные грешить и заблуждать все. Сначала была предложена не такая степень добродетеля, но было позволено и отмщать обидевшему, и отвечать порицаниям порицающему, и заботиться о богатстве, и давать неложную клятву, и выкалывать око за око, и ненавидеть врага, и не запрещалось ни наслаждаться, ни гневаться, ни разводиться с женой, и жениться на другой. Мало этого, закон позволял даже иметь двух жен в одно время. И вообще было большое снисхождение в этом и во всем другом. Но после пришествия Христова путь сделался гораздо теснее. Не только потому, что от нашей власти была отнята эта невыразимая и великая свобода во всем вышесказанном, но и потому, что даже такую жену, которая часто уговаривает и принуждает нас против воли ко многим грехам, нужно иметь всегда при себе. А разводиться желающим может тогда, когда она будет обречена в прелюбодеянии. И не только поэтому добродетель трудно и исполнима для нас, но и потому, что если живущее с нами имеет сносный характер, множество забот о ней и о детях не позволяет нам даже на малое время взглянуть на небо, производя как бы постоянное головокружение, возмущающее и потопляющее нашу душу. Смотри, муж желает вести честную, безопасную и спокойную жизнь. Но видя, что окружающие его дети и жена требуют многих издержек, он против воли бросается в омут общественных дел. Как только он попадет в него, то нельзя сказать, сколько предстается ему поводом грешить, гневаться, клясться, брониться, мстить, притворяться, многое делать из лести, многое из ненависти. Как же можно вращающемуся в таком омуте и желающему отличиться в нем не запятнать себя грязью многих грехов? Если кто обратит внимание на домашние дела, то найдет такие же. И еще большее затруднение от жены. Здесь нужно заботиться о многом. В чем муж сам по себе и не нуждается. Это в том случае, когда жена скромна и тиха. Если же она своенравна, упряма и невыносима, то это мы назовем уже не только затруднением, но наказанием и мучением. Как же будет состояние идти путем к небу, требующим ног, свободных и легких, и души бодрой и благоукрашенной. Тот, кто имеет столь тяжелое бремя, связан такими узами и постоянно влечется вниз этой цепью, то есть злобой жены. 332. Но какое может быть благовидное возражение многих, когда мы изложили все это? Следовательно, скажет, будет удостоен большей чести тот, кто будет добродетелем при таких затруднениях. Какой почтеннейший? И за что? За то, скажет, что он в браке подвергается большему бремени. Но кто принуждал его принимать на себя такую тяжесть? Если бы он вступил в брак во исполнение заповеди, не вступление в брак было нарушением закона, то это возражение было бы благовидно. Если же он, имея власть не подвергаться игу брака, добровольно, без всякого принуждения, пожелал нам влечь на себя такие затруднения, что подвиг добродетели стал для него весьма тягостным, то это нисколько не касается подвига положника. Ибо он заповедал успевать только в одном, в борьбе с дьяволом, и достигать победы над злом. А успевает ли кто в этом, женясь, наслаждаясь, имея много заботы, или подвязаясь, и бедствуя, и ни о чем другом не заботясь? Ему до этого нет дела. Он говорит, что способов победы и путь, ведущий к победе, должен быть свободным от всего житейского. Если же ты хочешь воинствовать и бороться, имея жену, детей и все связанные с этим дела, надеясь иметь успех одинаковый с теми, который не связан ничем подобным, и через это удостоится большего удивления, то мы хотя бы ты упрекнул нас в большой гордости, теперь сказали бы тебе, что тебе невозможно достигнуть высоту одинаковой с теми, а конец и время раздачи венцов хорошо убедят тебя тогда, что безопасность гораздо лучше пустого честолюбия и лучше повиноваться Христу, нежели суете собственных суждений. Христос говорит, что для добродетели недостаточно нам отказаться от всей собственности, если мы и себя самих не возненавидим. А ты говоришь, что можешь одержать победу, привязавшись ко всему этому. Но, как я сказал, тогда ты хорошо узнаешь, каким препятствием для добродетелей бывает жена и забота о жене? Почему же, скажут, служащим препятствием Бог назвал помощницей мужа? Сотворим ему, говорит он, помощника, соответственного ему. Но и я тебя спрошу, какая же помощница та, которая лишила мужа такого благополучия, извергла его из дивного пребывания в раю и извергла в смятение настоящей жизни? Это свойственно не помощнику, а только злоумышленнику. От жены, говорится в Писании, начало греха, и через нее мы все умираем. И Блаженный Павел говорит, и не Адам прелестился, но жена прелестившись впала в преступление. Какая же помощница та, которая подвергла мужа смерти? Какая помощница та, через которую сыны Божьи лушат все тогдашние обитатели земли, вместе с зверями, птицами и всеми прочими живыми существами, погибли в потопе? Разве не она намеревалась погубить праведного Иова, если бы он не был крепким мужем? Разве не она погубила Самсона? Разве не она устроила, чтобы весь народ еврейский служил Ваоси-Гору и был поражен руками своих братьев? Число 25. Кто в особенности предал дьяволу Ахава? Третья царь 21.25. А еще раньше Соломона со всей его мудростью и славою. И доселе часто жены не склоняют их своих мужей к оскорблению Бога. Не поэтому ли мудры муж и говорит? Мало всякое злоба против злобы женской, в стерах 25.21. Но почему же скажет Бог изверев, что сотворим помощника подобного ему? Слово Бога, конечно, не ложно. И я не скажу этого. Нет. Она создана для этого и поэтому. Но не пожелала остаться при собственном достоинстве, равно как и муж ее. Бог сотворил его по образу и по подобию своему. Сотворим, говорит он, человека по образу нашему и по подобию. Так же, как сказал, сотворим ему помощника. Но по сотворению человек вскоре погубил и то, и другое. Он не сохранил подобие. Ибо как мог сохранить, предавшись постыдной страсти, склонившись на обольщение и не победить в себе желание наслаждения? А потому невольно был лишен и достояния образа. Ибо Бог немалой части господства лишил того, который был страшен для всех, как владыка, и стал непризнательным рабом после оскорбления Господа, сделав его презренным для подобных ему рабов. Сначала он был страшен для всех зверей. Бог привел к нему всех их. И ни один не посмел причинить ему зла или козни, видя блестающий в нем царский образ. Когда же он помрачил грехом эти сердца, то Бог лишил его и этого господства. Как через то, что человек не господствует над всем земным, а некоторых даже боится и страшится, не делается ложным изречение Божие, и будешь обладать над зверями земными, ибо сокращение власти произошло не отдавшего ее, но получившего. Так и козни жен в отношении к мужьям не ослабляют слов сотворим ему помощника, подобного ему. Она произошла для этого, но не осталась при этом. Кроме того, можно сказать и то, что она оказывает свою помощь к устроению настоящей жизни, к рождению детей, к обузданию и естественной похоти. Но когда уже не будет времени ни для настоящей жизни, ни для деторождения, ни для похоти, то для чего напрасно ты здесь упоминаешь о помощнице? Если ту, которая в состоянии содействия только в малых делах, станет кто-либо иметь сотрудницей в делах великих, то не только не получит никакой пользы, но свяжет самого себя заботами. Что же мы спросят, скажем, Павлу, который говорил, откуда ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? И, следовательно, признает ее помощь необходимой в духовных делах. И я с этим согласен. Я не отстраняю ее совершенно от содействия в духовном, да не будет. Но я говорю, что она совершает это тогда, когда не занимается брачными делами, а оставаясь женщиной по природе, достигает добродетели блаженных мужей. Она может помогать мужу не украшениями своими, не роскошью, не просьбами к мужу о выдаче денег, не пышностью и расточительностью. Но когда, став выше всего настоящего и отпечатлев в себе жизнь апостольскую, будет оказывать большую кротость, большую скромность, большое презрение к деньгам и терпеливость. Тогда она будет в состоянии поддержать его, когда скажет, «Имея пищу и одеяния, будем этим довольны» 1 Тимофей 6.8, когда будет оправдывать такое любомудрее делами и посмеваясь над смертью телесной, считать за ничто настоящую жизнь, когда всю славу этой жизни будет признавать согласно с пророком за цвет на траве. Таким образом, жена может спасти мужа не тем, что собрегается с ним, как жена, но своей евангельской жизнью, что делали многие женщины и без брака. Так Прескила, приняв ополосы, говорится в Писании, руководила его по всему пути истины. Хотя теперь это невозможно, но женщины могут оказывать такое же усердие и пожинать такие же плоды. Женщина, как я сказал выше, обращает мужчину не потому, что она жена его, иначе ничто не препятствовало бы тому, чтобы никто из и имеющих верующую жену не оставался неверующим, если сообщество и сожительство устрояет это дело. Но бывает не так. Вовсе не так. Напротив, должно оказывать великое любомудрие и терпение, посмеваться над брачными делами и поступать так постоянно. Вот что содействует спасение души сожителя. Если же жена будет непрестанно заниматься женскими делами, то она не только не принесет ему никакой пользы, но и повредит. Даже и в таком случае это одно из весьма трудных дел. Послушай, что говорит апостол, откуда знаешь жена, не спасешь ли мужа? Такой вид вопроса мы обыкновенно употребляем в речи о том, что редко случается. Что же говорит он дальше? Связан ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Видишь ли, как он постоянно делает переходы и в своем увещании часто совмещает оба предмета. Как в словах о браке он вставил слова о воздержании, возбуждая по временам слушателя, так и здесь он снова вставляет слова о браке, давая слушателю отдых. Он начал с детства, но прежде чем сказать что-нибудь о нем, точно перешел к речи о браке, ибо слова по велению не имею. Суть слова позволяющего и вводящего брак. Потом, перейдя к девству и сказав, думаю, хорошо им остаться так, и заметив, что постоянное повторение его названия производит нелегкое впечатление на нежный слух. Он не говорит о нем непрерывно, но приведший достаточную причину облегчения подвига в девство, то есть настоящую нужду, не решается и теперь опять назвать девство, а что? Хорошо человеку остаться так, говорит и не продолжает речи об этом, но прервав и остановив ее, прежде чем открылась трудность девства, снова вставляет слова о браке и говорит, связан ли ты с женой, не ищи развода. Если бы это было не так, если бы он не хотел предложить здесь утешение, то было бы излишне советующему девство рассуждать о браке. Потом он снова переходит к девству, но и здесь не называет ее собственным именем, а что? Остался ли без жены, говорит, не ищи жены. Впрочем, не бойся, он не определил и не узаконил этого. Слово о браке опять стоит близко, отклоняя этот страх и вещая. Если женишься, не согрешишь. Но и не падай теперь, он снова привлекает тебя к девству, о чем и хочет сказать в словах поучающих, что вступившие в брак будут иметь великую скорбь плоти. Как лучшие добрые врачи, намереваясь дать горькое лекарство или сделать отсечение, или прижигание, или что-либо подобное, не делает всего вдруг, но всегда давая в промежутках отдых больному. Таким образом исполняет остальное, так и блаженный Павел. Не изложил совета о девстве без остановки, целостно и непрерывно, но постоянно прерывая его словами о браке и прикрывая трудность его, сделал свою речь короткой и удобоприемлемую. Для этого и допущено разнообразное смешение слов. Достойно рассмотрение и следующие слова. Связан ли ты с женой, не ищи развода. Это не только совет, сколько указание на затруднительность и безвыходность из этих уз. Почему он не сказал, имеешь ли жену, не оставляя ее, живешь ли вместе, не расставайся, а назвал сожительство узами? Он указывает этим на трудность дела. Так как все прибегают к браку как к легкому делу, то он показывает, что вступивший в брак нисколько не отличается от связанных узами, ибо и здесь, куда влечет один, туда необходимо следовать и другому. Или если возмутится один, то вместе с ним погибнет и другой. А что скажет сына, если муж склонен к слабостям, а я хотела бы воздерживаться? Тебе необходимо следовать за ним. Приятная цепь брака, наложенная на вас, принуждает тебя поступать так и против воли, привлекает к тому, который и изначально связан с тобой. Если же ты будешь противить и уклоняться, то не только не освободишься от уз, но и подвергнешься крайнему наказанию. Та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишится награды за воздержание, но и даст ответ за его прелюбодеяние, и ответ более строгий, чем он сам. Почему? Потому что она, лишая его законного совокупления, низвергает его в бездну распутства. Если она не имеет права делать это и на короткое время без его согласия, то какое прощение может получить она, постоянно лишая его этого утешения? Но что скажешь? Может быть тяжелее этой необходимости и угрозы? Я говорю то же самое. Для чего же ты подвергаешь себя такой необходимости? Это должно было обдумать до брака, а не после брака. Посему и Павел, сказав о необходимости в следствии уз, говорит об освобождении. После слов, связан ли ты с женой, не ищи развода, он прибавляет. Остался ли без жены, не ищи жены. Он делает это для того, чтобы ты наперед ясно рассмотрел и узнал тягость в супружество. Легче принял слово о безбрачии. Если и женишься, не согрешишь. Если дева выйдет замуж, не согрешит. Вот чем ограничивается великая заслуга брака, тем, что за него не осуждаются, а не прославляются. Последнее принадлежит девству, а вступивший в брак должен довольствоваться сведением, что он не согрешил. Почему же, скажу, ты советуешь не искать жены? Потому что однажды связанного браком не следует разрывать его, ибо это влечет за собой много скорбей. Итак, скажи мне, неужели от девства мы получим только ту пользу, что избежим здешней скорби? Кто же решится принять на себя такой подвиг, ожидая за такие труды и получить одно только это, воздаяние? Что говоришь ты? Призывая меня стражаться с демонами, ибо наша брань не против плоти и крови, повелевая противостоять естественному неистовству, убеждая совершать подвиги с плотью и кровью наравне с бесплотными силами, ты упоминаешь только о земных благах и о том, что мы не будем иметь скорби, происходящей от браков. В самом деле, почему апостол не сказал так? Если дева и вступит в брак, то не согрешит, но лишит себя венцов за девство многих и неизреченных даров. Почему он не перечислил благ, предлежащих им после борьбы? Как они пойдут в сретение жениха, как получат блестящие светильники, как с большой славой смелостью войдут в брачий чертог вместе с царем, как будут блистать больше всех близ его престола и седалищ царских? Об этом он не сделал и краткого упоминания, но как выше, так и ниже упоминает об освобождении от житейских неприятностей. Думаю, говорит, что хорошо остаться, как я, вместо того, чтобы сказать ввиду будущих благ по настоящей нужде, говорит, считаю. Далее опять сказав, если дева выйдет замуж, то не согрешит. И умолчав о небесных дарах, которых она лишила себя, говорит, будете иметь скорби по плоти таковые. И это он делает не только до сели, но и до конца. И опуская указания на будущее благо, снова приводит ту же причину. Ибо время коротко, и вместо того, чтобы сказать, я желаю, чтобы вы блистали на небесах, явились гораздо славнее вступивших в брак. Он и здесь продолжает, говорит, хочу, чтобы вы были беспечальны. Так поступает он не только в этом месте, но и беседа о перенесении обид употребляет тот же способ повещания, сказав, если алчат враг твой, накорми его, если жаждет, напой его. Заповедав такое дело, повелев преодолевать потребность природы и бороться с таким невыносимым пламенем, он в словах о наградах умолчал о небе и небесном и указал воззаяние за это во вреде для оскорбителя. Ибо сие, делая, говорит, угли огненные соберешь на голову его. Для чего же он употребляет такой способ повещания ни по неведению и ни знанию, как можно склонить и убедить слушателя, но потому, что он больше всех людей отличался этой добродетели, то есть способностью убеждать, откуда это видно, из сказанного им. Где и каким образом он беседовал с коринфянами, мы сначала разберем сказанные им о девстве, в которых он не судил, верите, что решил рассудил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого, которыми он не мог говорить как с людьми духовными и питал их еще молоком, ибо они были плотскими, за что и упрекал их в этом послании, что и ныне еще не можете, ибо вы плотские и ходите по человечеству, посему он побуждает их девству и отклоняет от брака земными благами, видимыми и осязательными. Он хорошо знал, что людей малодушных, неизменных и приверженных еще к земле, можно скорее привлечь и поощрить земными благами. Почему, скажи мне, многие из людей невежественных и грубых и в маловажном и в важном деле без страха клянутся Богом и нарушают клятву, а не решатся начать клятву головой своих детей? Хотя нарушение твоей клятвы и наказание за нее гораздо больше, чем за последнюю, но они все-таки скорее употребляют первую клятву, чем вторую. Так, относительно помощи бедным, на них не столько действуют слова о Царстве Небесном, хотя бы часто повторяемые, сколько надежды на что-нибудь полезное в здешней жизни, или для их детей, или для них самих. Они тогда особенно склонны к такому попечительству, когда надеются получить облегчение от продолжительной болезни, избежать опасности, достигнуть какой-либо власти и начальства. И вообще оказывается, что большинство людей скорее убеждается тем, что близко перед ними. Что больше действует на их чувства, то скорее побуждает их к добрым делам и сильнее устрашает в дурных. Посему и Павел так говорил Коринфянам и римлян побуждал в перенесении обид настоящими благами. Слабая и оскорбленная душа не так легко отбросит яд гнева, если услышит о Царстве Небесном и получит отдаленные надежды. Как тогда, когда будет ожидать наказания обидевшему. Итак, желая пресечь корень злопамятности и пока успокоить гнев, он приводит то, что было действительное для утешения обиженного, не лишая его назначенной награды в будущем времени, но стараясь пока вывести его каким бы то ни было образом на путь любомудрия и открыть двери к примирению, ибо самое трудное дело приступить к началу подвига, а по вступлении труд бывает уже не так велик. Но Господь наш Иисус Христос не так поступает, беседуя как о девстве, так о перенесении обид. Беседуя о первом, он указывает на Царство Небесное. Есть скопцы, которые сами себя скопили ради Царства Небесного. Когда же он увещевает молиться за врагов, то не сказал ничего о вреде для обидевших и не упомянув о горящих уголях, но предоставив говорить все это к людям малодушным и низменным, побуждает к этому высшими благами. Какими же? Да будет, говорит, будете сынами Отца Вашего Небесного. Смотри, сколь великая награда, потому что слушателями его были Петр, Иаков, Иоанн и сон прочих апостолов. Почему он и побуждал их духовными наградами? И Павел сделал то же самое, если бы речь его относилась к подобным людям. Но так, как он говорил коринфянам, весьма несовершенным, то он указывает им на ближайшие плоды трудов, чтобы они охотнее приступили к упражнению в добродетели. Посему и Бог награждал иудеев, не упоминая о Царстве Небесном, земными благами, а за дурные дела угрожал негиенной, но несчастьями в этом веке, голодом, язвой, болезнями, воинами, пленом и тому подобным. Ибо люди плоские скорее этим удерживаются и этого более боятся и менее заботятся о невидимом и ненастоящем. Поэтому и Павел останавливался больше на том, что особенно могло подействовать на их грубость. Кроме того, он хотел показать и то, что некоторые другие добродетели, возлагая на нас много трудов, все плоды собирают в будущем времени, а девство при самом подвижничестве в нем доставляет нам немалое воздаяние, освобождая нас от таких трудов и забот. Вместе с тем он предложил еще нечто третье. Что же? То, что это дело должно считаться в числе не невозможных, но весьма возможных. Он делает это очень пространно, объясняя, что брак имеет весьма много неудобств. Как бы так обращаясь к кому-нибудь, это дело тебе кажется обременительным и трудным, но я по тому самому предлагаю тебе приняться за него, что оно весьма легко, так как доставляет нам гораздо менее забот, нежели брак. «Я же щежу», говорит он, «и не хочу, чтобы вы имели скорби, потому и не желаю, чтобы вы вступали в брак». Какой же скорбь? Может быть, скажет кто-нибудь. Напротив, мы находим, что брак доставляет большое удовольствие, наслаждение. И во-первых, удовлетворение страсти со всей свободой, без причинения какого-либо насилия в природе, немало служит к облегчению. А потом, остальная жизнь освобождается от уныния, нечистоты, и бывает полна приятности, веселья и радости, ибо люди, угождающие плоти роскошным столом, нежными одеждами, мягкой постелью, постоянными омовениями, благовониями, вином, нисколько не уступающим благовониям и многими другими различными излишествами, вследствие брака доставляет ей большое наслаждение. Все это непозволительно. Брак же обыкновенно доставляет нам только свободу совокупления, а не наслаждение. Свидетель этого блаженный Павел, который говорит так, а питающаяся же пространно, заживо умерла. Так он говорит о вдовах. Послушай же, что он говорил о вступивших в брак. Украшением жены, что было со стыдливостью, целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценными одеждами, как подобает женам, обещавающимся благочестию на дела благие. И не только здесь, но и в других местах, как может всякий видит он много, говорит о том, чтобы у нас совершенно не было заботы ни о чем подобном. Но что я говорю о Павле? Он говорил это тогда, когда было время высшего любомудрия и была великая благодать духа. И Амос, обращаясь с речью к младенцам иудеям, у которых позволялось и наслаждение, и роскошь, и, так сказать, все излишнее, послушай, как сильно укоряет предающихся наслаждение горе, превращающим день злой, приближающимся и прикасающимся с субботом лживо, спящим на одрах из костей слоновых и ласкосердствующих на постелях своих, идущих козлища от паст и тельцов, и молоком их питаемым, плещущим ко глазу пищали, Амос 6.3. Итак, как я сказал выше, наслаждаться совершенно не дозволяется. Но если бы даже ничего такого не запрещалось, а все дозволялось, есть так много другого, равного этому по своей печали и скорби, и даже многочисленнее и больше, в такой степени, что мы нисколько не чувствуем приятности брака, и всякое наслаждение от него исчезает. Если кто по природе ревнив или предался этой страсти по какому-нибудь несправедливому предлогу, то скажи мне, что может быть злосчастней такой души? Сравнивая войну и бурю с такой семьей, ты можешь найти здесь верное подобие, все полно печали, подозрений, несогласия и смятения. Одержимый этим неистовством нисколько не лучше бесноватых или больных сумасшествием. Так часто он бросается, отступает и раздражается на всех и беспрерывно вымещает свой гнев на людях, просто присутствующих и ни в чем не повинных, будет ли это раб или сын или кто другой. Всякое удовольствие исчезает и все наполняется унынием, скорби и неудовольствием. Остается ли он дома, идет ли на площадь, отправляется ли путешествовать, повсюду это горе сопровождает его, возбуждая и раздражая его душу хуже всякого рожна и не давая покоя, ибо эта болезнь обыкновенно производит не только уныние, но и невыносимое раздражение. Каждая из них уже само по себе достаточна для погубления одержимого им. Если же они вместе нападут на него, удручая его постоянно, не давая отдыха даже на короткое время, то скольких смертей это тяжелее. Назовет ли кто крайнюю бедность, неизлечимую болезнь, огонь, железо, он не укажет ничего равного этому. Только те, которые сами испытали, хорошо знают это, а никакими словами невозможно выразить чрезмерность этого горя. Когда кто вынуждается постоянно подозревать ту, которую любит больше всего, и за которую с удовольствием готова отдать душу свою, то какое утешение может облегчить его? Нужно ли ему идти ко сну или взяться за пищу и питье? Стол покажется ему наполненным больше ядовитыми веществами, нежели яствами. На постели же он не будет иметь покоя ни на малое время, но будет беспокоиться и вертеться, как бы на горячих уголях. Ни общество друзей, ни забота о делах, ни страх опасности, ни избыток удовольствия, ни что-либо другое не может отвлечь его от этой бури. Но сильнее всех радости и печали эта буря овладевает его душою. Имея в виду это, Соломон говорит «Жестоко, как от ревность». Песня 8.6. Еще. «Исполнена ревность и ярость мужа его и не пощадит в день суда». Притча 6.34. Ниистоство этой болезни таково, что скорбь от нее не проходит даже после отмщения причинившему ее. Часто многие, уничтожив прелюбодея, не в силах были уничтожить своего гнева и уныния. А эти такие, которые, убив своих жен, продолжали гореть в этом огне так же или даже более. 342. Таких бедствиях проводит жизнь муж, когда даже нет верного повода, а жалкая несчастная жена мучится больше мужа. Когда она видит, что тот, кто должен быть утешением среди всех скорбей и от кого надлежал ожидать покровительства, относится к ней зверски враждебнее всех, то куда она может обратиться, к кому прибегнуть, где найти избавление от зол, когда гавань для нее закрыта и полна тысячи утесов. Тогда рабы и служанки обращаются с ней оскорбительнее мужа. Этот род людей вообще склонен к подозрению и неблагодарности. Когда же они получат более смелости и увидят, что господа их не согласны между собою, то находят в их врождении мало поводов к своему бесстыдству. Тогда им можно со всей смелостью выдумывать и сочинять все, что захотят и увеличить подозрения своими клеветами. Душа, раз уже зараженная этой слою болезни, легко верит всему и, равно открывая свой слух для всех, не может отличить клеветников от неклеветников и даже ей кажутся более достоверными слова тех, которые увеличивают подозрения, нежели тех, которые стараются уничтожить его. От этого, наконец, жене бывает необходимо бояться опасаться рабов и их жен не менее чем своего супруга и уступив им свое место самой занятии их положения. Когда же она может не проливать слез? Какую ночь, какой день, какой праздник она может проводить без кинаний, сетований и рыданий? Угрозы, оскорбления и злословия преследуют ее постоянно то от мнимо оскорбленного мужа, то от гнусных рабов. Осторожности, предосторожности и все исполнено страха и трепета. Подсматриваются не только ее входы и выходы, но и слова, и взгляды, и стоны разведаются с большой тщательностью. Так что ей необходимо или быть неподвижнее камней и все переросить молчаливо и постоянно сидеть в своей комнате хуже узника. Или, если желает говорить, плакать и выходить и за все подвергать отчету и суду этих негодных судей, то есть служанок и множества рабов. Пусть будет, если угодно, среди их зол несчетное богатство, роскошный стол, толпы рабов, знатность происхождения, величие власти, большая слава, знаменитость предков. Вообще не опусти ничего из того, что, по-видимому, делает настоящую жизнь завидную. Но тщательно собрав все против повоста этой печали, и ты даже не увидишь проявления какого-либо удовольствия от всего этого, но оно исчезнет, как обыкновенно угасает, мало искра, попав в огромное море. Так бывает, когда ревнует муж. Если же эта страсть овладеет женою, что бывает нередко, то ему будет легче, нежели жене, а на эту несчастную пойдет еще больше горе, потому что она не может пользоваться тем же оружием против подозреваемого. Кто согласится по приказанию жены сидеть постоянно дома? Кто из слуг осмелится наблюдать за господином, не опасаясь тот час быть вверженным в пропасть? И так она не может не утешать себя этими средствами, не высказывать свой гнев словами, но однажды или дважды, может быть, муж перенесет ее негодование. Если же она будет постоянно продолжать свои упреки, то он скоро научит ее, что лучше молча переносить все и страдать. Все это бывает при подозрениях. Если же действительно случится такое горе, то никто не исхитит жены из рук оскорбленного мужа, и он при помощи благоприятствующих ему законов приведет в свою возлюбленную в судилище и погубец. Муж же по законам избегает наказания, которое предоставляется высшему и божественному суду. Но этого недостаточно для утешения несчастной. Ей предстоит подвернуться медленной и жалкой смерти от чар или от трав, которые приготовляют распутные женщины. Бывали и такие случаи, когда не было надобности в этих отравах для огорченных женщин, но сами они предупреждали и погибали от сильного горя. Таким образом, если бы даже все мужчины прибегали к браку, женщина не надлежала искать его. Ибо они не могут сказать, что у них бывает такая сила похоти, а большую часть бедствия от брака пожинают они, как кто доказала эта речь. Что же скажут, разве это бывает во всех браках? Не во всех бывает, а от девства всякого далеко и очень далеко. Вступившая в брак, если и не впадет в несчастье, то подвергнутся ожиданию этого несчастья. Намеревающийся вступить в общение с мужем не может вместе с этим общением не ожидать и не опасаться бед. Девственница избавлена не только от этих горестей, но и опасений. Это бывает, скажут, не во всех браках. Я и не говорю этого, но если не бывает этого, то бывает многое другое. Если кто избегнет и последнего, то не может избегнуть всего вообще. Но подобно тому, как бывает с терниями, приставшими к одеждам, проходящего около терновничных оград, когда он повергнется, чтобы отсыпить одни, то покрывается многими другими, так и в брачных делах. Избежавший одного вновь поражается другими, уклоняющийся от этого попадает на третье, и вообще невозможно найти брака свободного от всякого неудовольствия. Но если угодно, оставив неприятности, представим и разберем теперь то, что в браке кажется вожделенным, и что многие часто, или лучше сказать все, желают получить. Что это? То, чтобы бедному, низкому и презренному взять жену от людей великих, сильных и владеющих большим богатствам. Но мы найдем, что это завидное состояние сопряжено с несчастьями не меньшими, как и то неприятное. Род человеческий вообще склонен к надменности, а женщины настолько боли, насколько они слабее. Поэтому они больше предаются этой страсти. А когда есть много поводов к надменности, то уже ничто не может удержать их. Как пламень, охвативший какое-нибудь вещество, так и поднимается на невыразимую высоту, извращает порядок и не спровергает все. Такая жена не позволяет мужу оставаться на месте главы, но по своему высокомерию и безумию, свергнув его с этого места и неизвеченно принадлежащая ей на место подчиненного, сама делается главою и повелительницей. Что может быть хуже этого беспорядка? Я умалчиваю о букаризнах, оскорблениях и неприятностях, которые не сноснее всего. 344. Если же кто скажет, я слышал многих говоривших это, когда происходили подобные разговоры, была бы только она богата и зажиточна, а переносить и укращать ее высокомерие нисколько не трудно. Если кто так говорит, то во-первых, он не знает, что-то весьма трудно. Во-вторых, если это случится, то принесет немалый вред, потому что подчинение ее мужу по необходимости со страхом и с насилием тяжелее и неприятнее, нежели подчинение его полной ее власти. Почему? Потому что это насилие изгоняет всякую дружбу и удовольствие. Если же не будет дружбы и любви, а вместо этого страх и принуждение, то какое значение будет иметь брак. Все это бывает тогда, когда жена богата. Если же случится, что она ничего не имеет, а муж богат, то она будет служанкой, а не женою, свободно сделается рабою, и потеряв принадлежащую ей свободу, станет в положении нисколько не лучше купленных рабов. Но захочет ли муж распутствовать или пьянствовать, или привести на самое ложе ее множество распутных женщин. Она должна все терпеть и допускать или уйти из дома. Не только это ужасно. Но и то, что при таком расположении мужа она не может свободно приказывать ни рабам, ни служанкам, но принужденно делать и терпеть все так, как бы живя среди чужих, пользуясь непринадлежащим ей и сожительствуя скорее с господином, чем с мужем. Если же кто захочет взять жену из равных себе, то опять равночестность нарушается законом подчинения, тогда как равномерность имуществ располагает ее равняться с мужем. Что же можно сделать, когда все такие неудобства? Не выставляя на вид те очень немногие редкие браки, которые избежали этого. О вещах нужно судить не по редким исключениям, а по всегдашним явлениям. В детстве трудно быть этому, или лучше сказать если в счастливых по-видимому браках происходят такие неприятности и несчастья, то что сказать о таких, которые признаются несчастными? Жена боится не одной только своей смерти, хотя она должна однажды умереть, и заботится не об одной душе, хотя имеет одну душу, но боится за мужа, боится за детей, боится за их жен, и опять за детей, и чем больше корень пускает в ветвей, тем больше умножаются ее что-нибудь другое нежелательное, то ей нужно мучиться и печалиться не меньше самих страждущих, если они все умрут прежде нее, то для нее невыносимое страдание, если одни останутся, а другие скончаются преждевременной смертью, и тогда для нее не будет чистого утешения, потому что страх за живых постоянно потрясающей душу бывает не легче печали об умерших, и даже если можно сказать нечто удивительное, еще тяжелее, время смягчает скорбь об умерших, а забота о живых неизбежно остается всегда или прекращается только смертью, если же мы не имеем сил для перенесения собственных страданий, то какую жизнь проводить будем мы, поставленные в необходимость оплакивать несчастья других, многие нередко происходящие от знаменитых родителей и воспитавшиеся в большой роскоши, были выдаваемы за кого-нибудь из везьма знатных мужей, а потом вдруг в прежнем наслаждении счастьем от какой-нибудь опасности, как бы от бури или налетевшего ветра погибали, подвергшись ужасам кораблекрушения, и те, которые наслаждались за замужество бесчисленными благами вследствие браков впадали в крайнее несчастье, но это скажет бывает не совсем и не всегда, от всех это недалеко, повторяю опять тоже, но одни испытали это на себе, а те, которые избежали такого опыта страдали от ожидания того же. между тем всякая дерзственница выше такого и испытания и ожидания. Впрочем, оставив это если угодно, теперь рассмотрим то, что естественно сопряжено с браком, и чего никто волей или неволей не может избежать. Что же это? Муки, чревоношение и рождение и воспитание детей. Или лучше начнем речь выше и изложим то, что предшествует браку по возможности, ибо в точности знают только те, которые испытали это. Настало время сватовства и точность являются беспрерывные и разнообразные заботы. Какого дочь получит мужа? Не низкого ли это по происхождению или бесчестного, или самолюбивого, или лживого, или гордого, или дерзкого, или ревнивого, или мелочного, или глупого, или порочного, или грубого, или слабого, хотя не со всеми выходящими замуж необходимо случается все это, но необходимо подумать и позаботиться обо всем. Так как суженый еще неизвестен, и надежда еще сомнительна, то душа всего боится и опасается и размышляет обо всем этом. Если же кто скажет, что она может радоваться, ожидая противного, то пусть знает, что нас не столько утешает надежда на лучшее, сколько печалит ожидание худшего. Радость бывает только тогда, когда кто наверно ожидает доброго. А дурное хотя бы только было воображаемо, тотчас смущает и беспокоит душу. Как у невольников душа не может быть спокойной от неизвестности о будущих господах, так и удивится во время все сватовства. Душа уподобляется обуреваемому кораблю, пока родители ежедневно одних принимают, другим отказывают. Вчера одержавшего верх сегодня перевивает другой жених, а этого опять вытесняет иной. Случается, что перед самыми дверьми брака обнадеженный жених уходит с пустыми руками, а неожиданному родители отдают свою дочь. И не только женщины, но и мужчины имеют тогда тяжкие заботы. О последних можно и разведать все, а как узнать нравы и наружность той, которая постоянно держится внутри дома? Это во время садовства, а когда настанет время брака, то беспокойство увеличивается и удовольствие преодолевается опасением, как бы в этот же вечер она не оказалась неприятной и с большими против ожиданий недостатками. Для той, которая сначала нравилась, сносно быть впоследствии презираемой, а которая с самого, так сказать, первого шага покажется неприятной, то когда потом может понравиться? Не говори мне, что если она окажется благообразной? Даже в этом случае она не избавляется от заботы. Многие, весьма блиставшие телесной красотой, не могли привлечь к себе своих мужей, которые оставив их, предавались другим, гораздо худшим их. Когда оканчивалась эта забота, тогда является другое неудовольствие при отдаче приданного. Тесть не с охотой отдает то, что он назначил с приданное. Жених, хотя спешит получить все, но принужден требовать уплату с почтением, а жена пристыженная в срочке уплаты краснеет перед мужем боли всякого неисправного должника. Но оставлю это теперь. Когда окончилась эта забота, тотчас является опасением бесчадия и напротив того забота о многочадии. Но так как ничего такого еще не видно, то с самого начала они тревожатся заботами о том и другом. Если она тотчас сделается беременной, то опять радость со страхом, ибо ни одной из удовольствий брака не бывает без страха, со страхом того, чтобы от преждевременных родов зачатая не потерпела вреда, а зачавшая не подверглась крайней опасности. В течение продолжительной беременности женщина бывает несмелой, как виновница рождения. Когда же наступит время родов, тогда чрево столько времени обремененное разверзает и как бы расторгает муки рождения, которые одни могут достаточно затмить все удовольствия брака. Вместе с тем ее беспокоят и другие заботы. Жалкая и скорбная женщина, хотя уже сильно измученная прежними страданиями, не менее того боится, чтобы ребенок не вышел поврежденным и уродливым вместо правильного и здорового, и чтобы не был женского пола вместо мужеского. Это томление возмущает женщин тогда не менее мук рождения, ибо не только за то, чего они бывают причиной, но и за то, чем они не служат причиной, они боятся мужей, и за последнее не меньше, чем за первое. И не обращая внимания в этой буре на собственную безопасность, беспокоятся, чтобы не произошло чего-нибудь неприятного для мужа. Когда дитя явилось на землю и произвесло первый крик, то следует новая забота о сохранении и воспитании его. Если оно будет с хорошими природными качествами и склонно к добродетели, то родителям опять беспокойство, чтобы дитя не потерпело какого-нибудь зла, чтобы не умерло преждевременной смертью, чтобы не впало в какой-нибудь порог, ибо не только из дурных делаются хорошими, но и из хороших делаются дурными и порочными. Если случится что-нибудь неожиданное, то печаль родителей будет невыносимее, чем если бы это произошло с самого начала. Если же все хорошее будет поставлено прочно, то у них всегда остается опасение перемены, потрясая их душу и лишая значительной части удовольствия. Но, скажешь, не у всех брачных бывают дети. Этим ты оказываешь еще и на другую причину уныния. Итак, если брачные всегда, если у них дети или нет, хороши ли они или дурны, бывают удручены разными печалями и заботами, то можно ли назвать брачную жизнь наиболее приятную? Далее, если супруги живут во взаимном согласии, является опасение, чтобы наступившая смерть не разрушила их удовольствие. А лучше сказать, это уже не только страх, ожидаемое бедствие, но неизбежная необходимость. Никто не может указать, чтобы оба супруга умирали когда-либо в один день. Если же этого не бывает, то оставшемуся необходимо переносить жизнь, которая гораздо хуже смерти. Жили ли они вместе долго или мало, тот, чем больше испытал, тем больше имеет горе. ибо большая привычка делает разлуку невыносимую. А этот, прежде чем вкусить и насладиться любовью, лишился ее в самом разгаре страсти, почему испытывает тем более скорби, и таким образом оба, по противоположным причинам, подвергаются одинаково тяжким скорбям. А что сказать о случающихся иногда разлуках, о далеких путешествиях, о происходящих от этого томления, о болезнях? Но как скажет, относится к браку? И от этой причины весьма часто многие жены заболевали, огорчившись, раздражившись то от гнева, то от уныния. Они получали сильные горячки. Если в присутствии мужа они не терпят ничего такого, но постоянно наслаждаются его ласками, то вследствие его отсутствия подвергается этим страданиям. Впрочем, оставим все это. И ни в чем не будем обвинять брак. И однако мы не можем защитить его от одной вины. От какой же? От той, что он здорового человека повергает в состояние нисколько не лучшее больного и причиняет ему уныние такое же, как лежащему в болезни. 348. Не будем, если угодно, говорить обо всем этом. И предположим, на словах невозможное. Допустим, что брак имеет все вообще блага. Многочадия, добрых детей, богатства, у жены целомудрие, красоту, благоразумие, согласие, жизнь до глубокой старости. Пусть будет при этом и знатность происхождения и величия власти и не тревожит общая естественная слабость. Опасения перемены всего этого, пусть будет удалена всякая причина уныния, всякий повод к заботе и беспокойству. И ни другая какая-либо причина, ни преждевременная смерть не расторгает брака. Но пусть оба не умирают в один день или, что гораздо приятнее, пусть останутся у них наследниками дети и похоронят обоих родителей вместе в глубокой старости. Какой же будет конец? С какой пользой от этих многих удовольствий они отойдут туда? Оставить много детей, наслаждаться с хорошей женой роскошью и всеми другими благами, которые я сейчас исчислил, и достигнуть глубокой старости, какую себе это может нам принести пользу на том судилище ввиду вечных и истинных благ? Никакой. Все это тень и сновидение. Если от этого мы не можем получить никакой пользы в ожидающих нас и не имеющих конца веках, и никакого иметь утешения, то наслаждавшийся этим должен будет стать наравне с теми, которые не наслаждались. Так если бы кто в продолжении тысячи лет в одну только ночь увидел приятное сновидение, то и о нем мы не сказали бы, что он имеет какое-либо преимущество перед тем, кто не наслаждался таким видением. Впрочем, этим я еще не выразил всего, что хотел, ибо здешнее благо не столько отличается от тамошних, сколько сновидение от действительности, но гораздо больше. И не так настоящий век относится к будущему, как одна ночь к тысяче лет, но и здесь разница гораздо больше. Дела же девственницы не таковы, но она отходит туда с великим богатством, впрочем, начнем исследовать об этом выше. Нет ей нужды разведывать о женихе, не боится она и какого нибудь обмана, бог не человек, владыка не раб, такова разница между женихами, посмотри еще на каких условиях здесь вступает в брак, ни невольники, ни десятины земли, ни столько то и столько то талантов золота, но небеса и небесное благо подарки такой невесте, при том другая вступившая смерть разлучает ее с супругом, а девственница даже желает смерти и тяготиться жизнью, поспешая вид жениха лицом к лицу и насладить которую славою. Не может причинить ей вреда нежитейская бедность, как это бывает в другом браке, но делает ее еще более любезно для жениха, как претерпевающая эту бедность добровольно, ни происхождение от незнатных родителей, ни недостаток телесной красоты, ни даже она будет несвободной и это не может повредить ей присватовстве. Достаточно иметь прекрасную душу, чтобы получить первенство. Ей не предстоит бояться ревности, не предстоит мучиться завистью к другой женщине, как сопрягающейся с более славным мужем, потому что нет никого не только подобного или равного ее жениху, но даже хотя мало приближающегося к нему. В другом же браке, всегда может найтись другая, имеющая еще более знатного, а превосходство большего немало уменьшает удовольствие обладанием менее превосходным, но скажут большая роскошь и обилие золота, одежды, столовых и других вещей может привлечать и привлекать душу. А много ли женщин наслаждаются этим? Большая часть людей живет в бедности, горестях и трудах. Если же некоторые пользуются такими благами, редкие и те против воли Божьей, как мы доказали вышесказанным, он никому не позволяет наслаждаться этим. Впрочем, предположим на словах, что роскошь дозволяется и что ни пророк, ни Павел не осуждает украшающихся женщин. Какая польза от множества золотых вещей? Ничего иного, кроме зависти, заботы и немалого страха, ибо владеющие ими тревожатся заботами, не только тогда, когда эти вещи положены в ящичек или когда наступает ночь, но и когда надевают их в дневное время, они также испытывают беспокойство и даже худшее. И в банях, и в церквах являются женщины, которые похищают их, а часто и без последних носящие золотые вещи подвергались стеснению и толчкам от толпы, не замечают, как теряется какая-нибудь из их золотых вещей. Таким образом, многие женщины не только таких вещей, но и даже более ценных ожерелья, украшенные драгоценными камнями, решались просто вследствие того, что эти вещи, оторвавшись, терялись. Но пусть не будет и этого опасения. Пусть устранена будет и эта забота. Какая от того польза? Другой скажет, увидит и будет восхищаться. Но не той, которая украшена, а самыми украшениями. И ее же часто и осудят за это, как украшающиеся ими не по достоинству. Если она красива, то вредит природной красоте, ибо множество украшений не дает ей выказаться вполне, закрывая большую часть ее самой. Если же она некрасива и безобразна, то покажет себя еще более отвратительной. Безобразие всегда являющееся в своем виде оказывается только таким, каково оно есть. А когда его окружает блеск камней или красота какого-нибудь другого вещества, то безобразие достигает большей степени. Чернота тела кажется чернее в сравнении с блеском жемчужины, сверкающей как бы во мраке. Уродливость лица представляется гораздо хуже от цветной одежды, которая не допускает зрителей смотреть на лицо в собственном его виде. Но в сравнении с изящной красотой и изделий, отчего она еще более посрамляется. Золото рассыпанное по одежде песрота разных изделий и всякие прочие украшения, подобно доблестному, сильному и здоровому ротоборцу, повергающему больного, изнуренного и голодного, побеждая наружность лица, увешанной ими, привлекает внимание зрителей к себе самим и заставляет больше над ней смеяться, а им оказывать большее удивление. Не таково украшение девства. Оно не безобразит облекающееся в него, потому что все оно не телесное, а духовное, и потому если оно некрасиво, оно тотчас изменяет безобразие в изящную красоту. Если же она красивая и блестящая, то придает ей еще более блеска. Ни камни и золото, ни драгоценность одежды дорогие разнообразные цвета красок и ничто иное из подобных пленных вещей не украшает душ, но вместо этого посты, священные всеночные бдения, кротость, скромность, бедность, мужество, смиренно-мудрие, терпение, презрение всех вообще предметов настоящей жизни. Обзор девственницы так прекрасен и привлекателен, что на него с любовью взирают бесплотные силы, и Господь их так чист и проницателен, что может созерцать и вместо телесной и бестелесной красоты, так незлобив и крото, что не озлобляется и не враждует даже против непрестанно обижающих и оскорбляющих, но и на них смотрит приятно и ласково. Ее облекает такая благопристойность, что даже распутные стыдятся, краснеют и сдерживают свое бесстыдство, когда пристально посмотрят на нее. Как служанка, служащая порядочной женщине, необходимо и сама делается такой же, хотя бы и не желала этого. Так и плоть такой любомудрой души необходимо сообразует и собственные порывы с ее движениями. У нее и глаз, и язык, и осанка, и походка, и вообще все имеет отпечаток внутреннего благоустройства. И как драгоценная мира, хотя бы заключена была в сосуде, наполняя воздух своим благовонием, доставляет удовольствие не только стоящим в том же месте и вблизи, но и всем стоящим поодаль. Так и благоухание девственной души, разливаясь по ее чувствам, проявляет находящийся внутри ее добродетель, который, налагая на все чувства золотую узду благопристойности, удерживает всех этих коней в полной исправности и не дозволяет ни языку говорить что-нибудь неблагозвучное и нестройное, ни глазу смотреть бесстыдно и подозрительно, ни слуху воспринимать какие-нибудь непристойные песни. Она заботится и о ногах, чтобы они не выступали беспорядочно и неестественно, но имели походку неизысканную и безыскусственную. Отвергнув украшения в одеждах, постоянно располагает и лицо не расплываться от смеха и даже слегка не улыбаться, но всегда являться степенным и строгим, всегда готовым к слезам и никогда к смеху. Услышав о слезах, не подразумевая здесь какого-нибудь огорчения. Эти слезы доставляют такое удовольствие, какого не имеет смех здешнего мира. Если не веришь, то послушай луку, который говорит, что апостолы, приняв побои, шли радуясь от лица собрания. Хотя не таковы естественные последствия побоев, ибо обыкновенно они производят не удовольствие и радость, а скорбь и страдания. Не таково естественное действие побоев, но вера во Христа такова, что она побеждает даже природу вещей. Если побои за Христа доставили удовольствие, то что удивительного, если производят тоже и слезы за Него. посему он тот самый путь, который назвал тесным и скорбным, потом называет Игом благим и бременем легким. Этот подвиг по свойству своему столь труден, но по ревности и благим надеждам совершающих его он делается весьма легким. Посему можно видеть, что по узкому и скорбному пути избравшего его идут с большей бодростью, нежели по широкому и пространному. Не потому, чтобы они не встречали скорбей, но потому, что они выше этих скорбей и не терпят от них ничего такого, что обыкновенно терпят другие. И эта жизнь девственниц имеет печали, но в сравнении с брачными их нельзя и назвать печалями. 352 Скажи мне, испытывает ли девственница во всю свою жизнь что-нибудь подобное тому, что испытывает, так сказать, ежегодно вступавшая в брак, вступившая, терзаясь муками и воплями при родах? Сила этих мук такова, что когда Божественное Писание желает иносказательно выразить плен, голод, язву, невыносимое бедствие, то называет все это муками рождения. Это самое и Бог назначил жене вместо наказания и проклятия. То есть не самое рождение, но рождение с такими трудами и муками. В болезнях, сказал он, будешь родить чада. Девственница же стоит выше этих мук и проклятия. Тот, кто освободил нас от клятвы законной, освободил ее и от этого. Но, скажут, приятно нестись по площади на лошаках. Это только одно лишнее тщеславие, не приносящее никакого удовольствия, как мрак не выше света, как быть связанным не лучше, чем развязанным, как нуждаться во многом не лучше, чем не нуждаться ни в чем, так и не пользующиеся собственными ногами не лучше пользующихся. Я опускаю те затруднения, которые неизбежно испытывают при этом. Ей можно выходить из дома не тогда, когда она захочет, но часто, когда настоятельная нужда требует выхода, она принужден оставаться дома подобно нищим, у которых отсечены ноги и которые не могут двигаться. Если муж даст лошакам другое назначение, тогда являются уныние, ссоры и упорное молчание. Если же сама она, не предвидя будущего, сделает то же самое, забыв о муже, то навлекает его гнев на себя и постоянно терзается укоризнами от него. Сколько лучше было бы, пользуясь своими ногами, на это если дал нам Бог не подвергаться таким неприятностям, чем по склонности к роскоши иметь столько мучений, скорби и уныния. И не одни эти причины удерживают ее дома, но если случится болезнь ног у обоих лошаков или у одного из них, бывает то же самое. Даже когда случится, отправить их на пастбища, это бывает ежегодно и на много дней, то опять ей необходимо оставаться дома как связанной и не выходить из дома, хотя бы даже была необходимая надобность. Если же кто скажет, что она через это избавляется от множества встречных и не бывает обязана показываться и стыдиться перед каждым из знакомых, тот, мне кажется, совершенно не знает, что устраняет и что навлекает на женский пол стыд. это зависит не от того, показывается ли она или скрывается, но последнее от внутренней душевной гордости, а первое от целомудрии и скромности. Посему многие, не имея этой ограды и ходя среди толпы по площади, не только не навлекали на себя осуждений, но даже возбуждали во многих удивление их целомудрию и своей осанкой, и походкой, и простотой, и одеждой, обнаруживая свет внутренней благопристойности. А многие, сидя внутри, навлекали на себя дурную славу, потому что можно и скрывшиеся, более показывающиеся, обнаружить для желающих свою гордость и надменность. Но может быть приятна толпа служанок? Ничего нет хуже этого удовольствия, сопряженного с такими заботами, а каждый из них в случае болезни или смерти нужно беспокоиться и скорбечь. Но если это может быть сносно, то гораздо неприятнее тревожиться ежедневно, исправляя их нерадивость, прекращая неисправность, пресекая неблагодарность и останавливая всякие другие их пороки. А всего хуже то, что обыкновенно случается при множестве прислуги, если в толпе этих служанок окажется благообразное. Это непременно должно случиться при множестве их, потому что богачи стараются иметь не только многих, но даже и красивых служанок. Если какая-нибудь из них будет блистать красотой, то привлечет ли она к себе господина любовью и любует не больше как предметом восхищения, для госпожи одинаково бывает прискорбно уступать и если не в любви, то в телесной красоте и внимании других. Итак, если то, что у них считается славным и радостным причиняет такие скорби, то что сказать о печальном? Девственница же не испытывает ничего такого. Жилище ее свободно от беспорядка и всякий шум далек от него. Внутри его, как в тихой пристани, господствует молчание и еще важнее молчание, безмятежность в ее душе, которая не занимается ничем человеческим, но постоянно беседует с Богом и неуклонно взирает на Него. Кто измерит это удовольствие? Какое слово изобразит радость души и так настроенной? Никакое. А одни только те, которые полагают свою радость в Господе, знают, как велика эта радость и насколько она превосходит всякое сравнение. Большое количество серебра скажут, всюду видимое доставляет глазам большое наслаждение. Но не гораздо ли лучше взирать на небо и оттуда почерпать гораздо большее удовольствие? Насколько золото лучше олова и свинца, настолько небо светлее блестящей золотой серебра и всякого другого вещества. Притом это созерцание свободно от забот, а то соединено с великим беспокойством, что всегда причиняет большой вред вожделением. Но ты не хочешь взирать на небо? Тебе дозволительно смотреть на серебро, находящееся на площади. К храму вашему говорю, словами блаженного Павла, что вы так преданы страсти к деньгам. Не знаю, что и сказать. Меня при этом очень затрудняет недоумение, и я не могу понять, почему здесь, так сказать, род человеческий, имея возможность наслаждаться чем-нибудь легко и свободно, не находит в том удовольствие, а утешается больше всего заботами, беспокойствами и хлопотами. Почему людей не так радует серебро, лежащее на рынке, как лежащее дома? Между тем, первый блестит светлее, избавляет душу от всякой заботы, потому скажет, что то не мое, а это мое. Следовательно, удовольствие доставляется корыстолюбием, а не самым серебром. Если бы было последнее, то одинаково можно было бы им наслаждаться и там, если же ты скажешь, что оно приятно по своей пользе, то стекло гораздо полезнее. Это могут сказать и сами богачи, большей части приготовляющие чаши из этого вещества, хотя они увлекаясь роскошью употребляют на это и серебро, но наперед влагают внутрь стекло, а потом снаружи окружают его серебром, показывая этим, что первое приятнее и пригоднее для питья, а второе служит только гордости и излишнему тщеславию. Что же вообще значит мое и не мое? Когда я тщательно вникаю в эти слова, то усматриваю, что это только пустые слова. Многие еще при жизни не могли удержать это серебро, ускользнувшее из их власти, а те, у кого оно оставалось до конца, при смерти волей и неволей лишились обладания им. Что слова мое и не мое только пустые звуки, это можно сказать не только по отношению к серебру и золоту, но и к баням, и к садам, и к домам. Пользуются ими все вообще, а считающиеся владельцами их имеет только то преимущество перед другими, что заботится об них. А одни только пользуются ими, а другие после многих забот получают то же самое, что те без забот. 354. Если же кто восхищается большой роскошью, например, множеством битого мяса, избытком выпиваемого вина, изысканностью печенья, искусством трапезников и поваров, толпой со трапезников и гостей, тот пусть знает, что состояние богачей при этом нисколько не лучше состояние самих поваров. Как последние боятся господ, так господа боятся званых гостей, чтобы не быть осужденными за что-нибудь из приготовленного ими с большим трудом и издержками. В этом они равняются с поварами, а в другом даже превышают их, потому что боятся не только хулителей, но и завистников. Часто у многих от таких перов зарождалась зависть, которая успокаивалась не прежде, как подвергнув их крайним опасностям, но скажет приятно кушать много и часто. Нет, от этой роскоши происходят головные боли, расстройства желудка, одышка, затмения в глазах, обмороки, умопомрачения и другие худшие болезни. И о, если бы эта неумеренность и вред от нее ограничивались только однодневными неприятностями. Нет, большая часть неизлечимых болезней начинается от этих пиршеств, подагра, чахотка, истощение, паралич и многие другие еще тягчайшие болезни, внедрившись в теле, отручает его до последнего издыхания. Какое же можно найти удовольствие, вознаграждающее за все эти бедствия? Какую суровую жизнь не предпочтет каждый, чтобы избежать всего этого? Не такова умеренность, но она далека от всех этих зол и способствует здоровью и благополучию. Если даже кто ищет удовольствие, то при ней он получает еще больше, чем при роскоши. И, во-первых, от того, что она доставляет здоровье и избавляет от всех тех болезней, из которых каждая сама по себе способна затмить и даже совершенно уничтожить всякое удовольствие, а, во-вторых, от самой пищи. Каким образом? Причиной удовольствия бывает аппетит, а аппетит возбуждается не пресыщением и избытком, но нуждою и недостатком пищи. Он всегда бывает не на пирах богачей, но у бедных, лучше всякого трапезника и повара, прибавляя к приготовленной пище много меда. Богатые едят, не чувствуя голода, и пьют, не имея жажды, и ложатся спать прежде, нежели придет к ним сильная нужда во сне. Бедные же не прежде приступают ко всему этому, как настанет потребность, чем более всего возвышается удовольствие. Почему, скажи мне, Соломон называет сон раба сладким, говоря так? Сладок сон трудящегося. Много ли, мало ли он поел? И Кристиас 5.11. Потому ли, что ложа его мягкая, но рабы большей части спят на земле или на салоне? Или от свободы, но они не владеют ни малейшей частью времени? Или от досуга, но они находятся постоянно в трудах и заботах? Что же делает для них сон приятным, как не то, что они прежде почувствуют нужду в нем и потом предаются ему? А богатые, если ночь не застанет их, погрузившимися в сон от опьянения, по необходимости постоянно страдает бессонница и вертится и томятся, лежа на мягких постелях? Можно было бы еще показать, но неприятность и вред и срам в тех болезнях, которые происходят от роскоши в душе, гораздо более и хуже, чем в теле. Она делает людей изнеженными, женоподобными, дерзкими, тщеславными, невоздержными, надменными, бесстыдными, раздражительными, жестокими, подлыми, корыстолюбивыми, низкими и вообще не способными ни к чему полезному и необходимому. Умеренность же производит все противоположное этому. Но теперь надо бы обратить речь на другой предмет. Прибавив это одно, потом мы опять займемся апостольскими словами. Если кажущееся радостным исполнено таких зол и навлекает такой поток болезней на душу и тело, то что сказать о печальном, например, о страхе перед начальниками, о нападениях народа, о кознях клеветников и завистников, что в особенности окружает богачей, отчего и жены еще больше должны страдать, не имея сил переносить таких превратностей мужественно. 356. Что я говорю о женах? И самим мужья жалким образом страдает от этого. Кто живет умеренно, тот не боится никакой перемены. А кто роскошествует в этой невоздержной и рассеянной жизни, тот, если ему придется по какому-нибудь несчастью или принуждению подвернуться бедности, скорее умрет, нежели вынесет такую перемену, как неприготовленный и непривыкший к этому. Посему блаженный Павел и говорил, скорбь будете иметь по плоти, а мне вас жаль. Затем далее он говорит, ибо время короткое. Как это может быть скажет кто-нибудь относится к браку? Даже очень относится к нему. Если он ограничивается настоящей жизнью, а в будущем не женится, не выходит замуж, настоящий же человек приходит к концу и воскресенье уже при дверях, то теперь время не браков и не приобретений, но с худостью и всякого любомудрия, которое будет нам полезно там. Как дева, пока остается дома, с матери много заботится о детских вещах и о лежащем в ящичке, поставленном ей в кладовой, и ключ сама держит при себе, и всем распоряжается, и столько заботится о сохранении малых и пустых вещей, сколько управляющей великими делами, а когда нужно выходить замуж и время брака заставляет ее оставить родительский дом, тогда она, отрешившись от малого и ничтожного, по необходимости начинает заботиться об управлении домом и множеством имущества и рабов, об угождении мужу и о другом важном, более прежнем, так и нам, достигающим совершенного и мужеского возраста, должно оставить все земное, эти поистине детские игрушки и помышлять о небе, блеске и всей славе тамошней жизни. Ибо и мы обручены жениху, который желает от нас такой любви, чтобы мы для него отказались, если нужно, не только от малозначительных и ничтожных земных благ, но и от самой души. Итак, если нам должно отправиться туда, отрешимся от этих ничтожных забот. И переходя из бедного дома в царский чертог, мы не стали бы заботиться о глиняных сосудах, дровах, рухляде и других бедных домашних вещах. Перестанем же теперь призывает нас к небу, как и говорил блаженный Павел в спасании к римлянам. Ныне спасение к нам ближе, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился. И еще, время коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. К чему же брак для тех, которые не будут наслаждаться браком, но будут наравне с безбрачными? К чему деньги? К чему имущество? К чему все житейское, когда пользование им уже если те, которые должны явиться в наше судилище и подвергнуться ответственности за свои преступления при приближении назначенного дня, отказываются не только от жены, но и от пищи и питья и всякой заботы, а думают об одном только оправдании, то тем более нам, имеющим предстать не пред каким-нибудь земным судилищем, но перед небесным престолом, чтобы отдать отчет в словах, делах и помышлениях, должно отрешиться от всего и от радости, и от печали по-настоящим благам и заботиться только о том страшном дне. Если кто, говорит Господь, грядет за мной и не возненавид отца и мать и жену и детей и братьев и сестер и даже душу свою не может быть моим учеником, и кто не несет креста своего, идет след меня, не достоин меня, не может быть моим учеником, а ты беспечным предаешься привязанности к жене, смеху, наслаждению и роскоши, Господь близко, ни о чем не заботьтесь, а ты беспокоишься и печешься о деньгах. Наступило небесное царство, а ты занимаешься домом, пиршествами и другими удовольствиями. Проходит образ мира сего. Для чего же ты мусяшься мирскими делами, непостоянными, но скоро приходящими, не заботишься о постоянном и неизменном? Не будет ни брака, ни мук рождения, не удовольствия и совокупления, ни изобилия денег, ни заботы о приобретении, ни пищи, ни одежды, ни земледелия и мореплавания, ни искусств и домостроительства, ни городов и домов, но некоторое иное состояние и иная жизнь. Все это немного спустя погибнет. Это означает слова проходит образ мира сего. Зачем же мы, как бы намереваясь оставаться здесь на все веки, с таким усердием заботимся о делах, которые мы часто должны оставлять раньше наступления вечера? Зачем мы избираем тяжестную жизнь, когда Христос призывает нас к спокойной? Не хочу, апостол поэт говорит, оставить вас в неведении. Желаю, чтобы вы были беспечальными, ибо неженатый заботится о Господнем. 358. Почему же ты желаешь, чтобы мы были без забот, сам налагаешь у нас новую заботу? Это не забота, равно как и скорбь о Христе не есть скорбь, не потому, чтобы здесь изменялась природа вещей, но потому, что добровольность, переносящих все это с удовольствием, побеждает самую природу. Кто заботится о том, чем он не может наслаждаться долгое, а часто и короткое время, тот справедливо может назваться заботящимся, а тот, кто может собрать плодов больше своих забот, совершенно справедливо может считаться в числе незаботящихся. Кроме того, между той и другой заботой такое различие, что последняя в сравнении с первой даже не может считаться заботой, столько она легче и удобнее той. Все это мы выразили предыдущими словами. Неженатый заботится о Господнем, а женившийся о мирском, но последний проходит, а первый остается. Разве это одно недостаточно показывает превосходство девства? Насколько Бог выше мира, настолько забота о нем выше мирской. Почему же апостол дозволяет брак, который связывает нас с заботами и отвлекает от духовного? Потому, говорит он, я и сказал, чтобы имеющие жен были как не имеющие, чтобы уже связанные или имеющие быть связанными каким-либо другим образом ослабили свои узы. Если нельзя разорвать уже надетые узы, то сделай их более сносными, ибо возможно, если мы захотим освободиться от всего излишнего и не навлекать на себя по собственной беспечности забот еще больше, чем сколько их приносит самое дело. Если же кто хочет яснее знать, что значит имея жену, должны быть как не имеющие, то пусть посмотрят на не имеющих ничего и распявшихся для мира, как они живут. Как же они живут? Они не нуждаются покупать ни множество служанок, ни золотых вещей, ожерелья, ни светлых и больших домов, ни такого-то и такого-то количества десятин земли, но оставив все это, заботятся только об одной одежде и пище своей. И имеющий жену может вести себя согласно такому любомудрию. Сказанное выше, не уклоняйтесь друг от друга, сказано только о совокуплении. В этом он повелевает следовать друг за другом и не оставляет им власти, не оставляет власти над собой. А в чем должно держаться другого любомудрия, например, в одежде, в пище, во всем прочем, в том один не подчинен другому. Но мужьям можно, хотя бы жена и не хотела, отказаться от всякой роскоши и удручающего множества забот. И жене также нет никакой необходимости против воли украшаться, тщеславиться и заботиться об излишнем 359 том первый. Это и справедливо, потому что та похоть естественна и поэтому простительна. И один из супругов не властен лишать в этом другого без его воли. А страсть к роскоши, расточительности и бесполезным заботам не зависит от природы, но происходит от беспечности и высокомерия. Посему апостол и не повелевает вступившим в брак подчиняться друг другу в этих делах, как и в тех. Таким образом, слова «имея жен» должны быть как не имеющие, означает то, чтобы мы не принимали на себя излишних забот, происходящих от капризов и изнеженности жен. Но прилагали столько забот, сколько требуется для одной преданной нам души и при том расположенной жить любомудро и скромно. А что он хочет сказать именно это, он опять объяснил, присовокупив «и плащущие, как не плащущие, и радующиеся о приобретениях, как не радующиеся, ибо не радующиеся не будут заботиться о приобретении, и не плащущие не станут бояться бедности, отвращаться от умеренности». Таково значение слов «Имеющие жен должны быть как не имеющие, то есть пользуются миром, но не злоупотреблять ним, ибо женившийся заботится о мирском. Хотя забота бывает и там и здесь, но здесь она стуетна и напрасна, или лучше сказать ведет к печали и скорби. Скорбь во плоти иметь будете, а там к неизреченным благам. Почему же нам не избрать лучше первой заботы, которую не только получают столь многие и великие воздаяния, но и по свойству своему легче последние? О чем заботится незамужняя? О деньгах, ли слугах, домоправителях, полях и прочем? За поварами ли она наблюдает за ткачами и прочих прислугами? Нет. Ничто из этого не приходит ей на ум. Но только об одном она заботится, чтобы благоустроить свою душу украсить этот святой храм. Не плетением волос или золотом или жемчугом, не притираниями и раскрашиваниями или другими трудными и обременительными способами, но святостью по телу и духу. А выходящая замуж, говорит апостол, заботится о том, как угодить мужу. Письма мудрого не стал перечислять самые дела и не сказал, что переносит жены для угождения мужьям и телом и душою, тело притирая, посыпая пылью, подвергая другим мучениям, а душу наполняя низостью, лестью, притворством, малодушием и другими излишними и бесполезными заботами. Но предоставил подумать об этом совести слушателей. Показав таким образом преимущество девства и превознесшее его до самого неба, он опять возвращается к речи о дозволенности брака, постоянно опасаясь, чтобы кто-нибудь не стал считать это повелением. Посему он не удовольствовался прежними увещаниями, но сказал, не имея повеления Господне, если дева выйдет замуж, то не согрешит, опять здесь говорит. Но это будет скорбь. Кто-нибудь может при этом справедливо прийти в недоумение, почему апостол выше назвав девство освобождением от уст и сказав, что он советует его для нашей пользы, чтобы мы не имели скорбей и были без забот, так как он щадит нас и всем этим показав легкость и удобоносимость его, вдруг говорит, чтобы не наложить на вас бремени. что же это значит? Не девство он назвал петлей, нет, но принятие этого блага с насилием и принуждением. И на самом деле так. Все, что принимает кто-либо по принуждению и против воли, хотя бы оно было весьма легким, бывает несноснее всего и давит нашу душу мучительные петли. Посему он и сказал, не хочу наложить на вас ус. то есть я предложил и показал все благодетству, но и после всего этого предоставляю вам избрание его и не влеку к добродетели против вашей воли. Я посоветовал это, не желая причинить вам скорбь, но что благопристойное служение Богу не нарушалось житейскими делами. Посмотри здесь на мудрость Павла, как он с просьбами соединяет увещание и с позволением совет, сказав непринуждая, но вещевая он прибавил к благообразии и благопреуспеянию, показывая этим превосходство девства и ту пользу, какая происходит от него для нас в благоугодной жизни. Ибо жена, опутанная житейскими заботами и всюду развлекаемой жене, нельзя быть благоприступающей к Господу, так как весь ее труд и досуг раздробляется на многое, то есть на мужа, заботу по дому и все прочее, чтобы кновенном лечет за собой брак. А что скажешь, если и девственница станет заниматься многими и иметь житейские заботы? Нет, этим ты исключил бы ее из сонма девственниц, потому что недостаточно только не вступать в брак, чтобы быть девственницей, но необходима и чистота душевная. Под чистотой же я разумею не только воздержание от порочной и постыдной похоти, украшений и рассеянности, но и свобода от житейских забот. Если же этого нет, то какая польза в чистоте телесной? Как ничего не может быть постыднее воина, бросившего оружие и проводящее время в пьянстве? Так ничего не может быть непристойнее девственниц, связанных житейскими заботами. Так и те пять дев имели светильники подвязались в девстве, но не получили от того никакой пользы, а остались вне дверей затворенных и погибли. Девство потому и хорошо, что оно отклоняет всякий повод к излишней заботе и доставляет полный досуг для богоугодных дел, так что если этого нет, оно бывает гораздо хуже брака, нося в душе тернии и заглушает чистое и небесное семя. Если же кто почитает неблагообразным для деви своей, чтобы она вышла замуж, придя в возраст, тот не согрешит, если выдаст ее замуж, говорит апостол. Что говоришь ты, если хочет? Как ты не исправляешь извращенного понятия, но дозволяешь вступать в брак? Почему ты не сказал, кто находит непристойным для своей девицы оставаться так, тот жалок и несчастен, считая укоризненным столь дивное дело? Почему ты, оставив это предположение, не посоветовал ему удержать свою дочь от брака? Потому что, говорит он, эти души были слишком слабы и привязаны к земле, а при таком настроении их нельзя было вдруг внушать им учения о девстве. Кто до такой степени привязан к мирским делам и восхищается настоящей жизнью, что даже после такого увещания считает постыдным уподобляется ангельской жизни, тот как мог бы принять совет, привлекающий его к этому? И удивительно ли, что Павел так поступил касательно дела позволенного, когда он делает то же самое касательно запрещенного и противозаконного? Ухожу например. Иметь осторожность в пище, принимать одну и отвергать другую было свойственно слабости иудеев, однако и между римлянами были подвержены этой слабости. Он же не только не обвиняет их со строгостью, но делает еще нечто более того, оставив согрешавших, он укоряет тех, которые хотели препятствовать им. Ты же почему осуждаешь брата твоего? Между тем он не сделал того же, когда писал Колостинам, но с великой властью обращается к ним и любомудрствует так. Никто да не осуждает вас за пищи или питье и еще. Если со Христом умерли для стихии мира, то для чего, как живущие в мире, держитесь по основе, не прикасайся, не вкушай, ибо все сие погибает. Почему же он так поступает? Потому что эти были сильны, а римляне еще нуждались в большой снисходительности. И он ожидал, пока вера окрепнет в их душах, опасаясь, чтобы с преждевременным истреблением плевел осуждает их прямо и не осмеливает и не оставляет без осуждения, но касается их незаметно и прикровенно в осуждении других. Ибо словами пред своим Господом стоит или падает, он по-видимому заграждает уста укоряющему другого, но на самом деле влияет на душу этого последнего, показывая, что предпочитать то или другое из пищи свойственно нетвердым и не стоящим непоколебимо, но еще колеблющимся, находящимся в опасности пасть, если не устоят. Таким же образом он поступает и здесь вследствие великой слабости укоряемых, он неявно нападает на обличаемого, но похвалами тому, кто соблюдает свою девицу, наносит ему сильный удар. Что же говорит он? Но кто тверд в намерении своем сердце, а это сказано для противопоставления твердо и стоять мужественно. Потом заметив, что этого слова достаточное для влияния на душу такого человека, смотри, как он опять прикрывает речь, приводя причину не слишком достойную порицания. Сказав, но кто тверд в сердце своем он присоокупил, не имея нужды, имеет власть, хотя последовательнее было бы сказать, кто стоит твердо и не находит этого дела непристойным. Так как это было слишком выразительно, то вместо этого он употребляет другое выражение в его утешении, предоставляя ему лучше ссылаться на такую причину. Не так тяжело удерживать кого-нибудь от дела нуждою, как стыдом. Первое касается души слабой и жалкой, а последнее испорченной и не умеющей правильно судить о качестве дел. Впрочем, говорить это еще было не время. Даже по настоятельной нужде не следует препятствовать желающей быть девственницей, но должно мужественно стоять против всего, что препятствует этому прекрасному стремлению. Как говорит Христос, кто любит отца или мать, более нежели меня, не достоин меня. Когда мы принимаем что-либо благоугодное Богу, то всякий, препятствующий этому, есть враг и неприятель, кто бы он ни был, отец или мать. Павел же, снисходя к несовершенству слушателей, написал следующее. Но кто твердо, не будучи стесняем нуждою и не становился на этом, хотя не имеющий нужды и власть имеющая означает одно и то же, но обширной речи и беспрестанным повторением позволений утешает слабый и низменный ум, присоединяя далее и другую причину. Кто рассудил сердце своем, ибо недостаточно быть свободным, чтобы только за это не подлежать ответственности, но когда кто избрал и растудил, тогда он поступает хорошо. О том, чтобы ты не заключил из такой великой снисходительности, что нет никакого различия между тем и другим делом, он опять излагает различия между ними, хотя с осторожностью, излагает в ясных словах, поэтому отдающий делу свою замуж хорошо сотворит, а не отдающий лучше, а насколько лучше, он не объяснил опять по той же причине. Если же ты хочешь знать, то послушай Христа, который говорит, не женится, не выходит замуж, но будут как ангелы на небесах. Видишь ли различие, на какую высоту девства вдруг возносит смертного, когда оно есть истинное девство 363 Чем, скажи мне, отличались от ангелов Илья, Елисей и Иоанн эти истинные любители девства? Ничем, кроме того, что они были облегчены смертной природою, а во всем прочем, если точно исследовать это, они окажутся нисколько не хуже тех, даже этот самый кажущийся недостаток много служит похвале их. Какое мужество, какое любомудрие было у тех, которые, жиря на земле и подчиняясь необходимости смертной природы, могли достигнуть такой добродетели, а что их сделало такими девства, ясно из следующего, если бы они имели жены детей, то не так легко поселились бы в пустыне, не стали бы презирать домов и всего житейского, а теперь, освободившись от всех этих оков, они были на земле как на небе, не нуждались ни в стенах, ни в кровле, ни в постели, ни в трапезе, ни в чем ином подобном, но вместо кровли им было небо, вместо постели земля, вместо трапезы пустыня, и то, что для других кажется причиной голода, бесплодие пустыни, это самое тем святым доставляло изобилие, они не нуждались ни в виноградных лозах, ни в точилах, ни в посевах, ни в жатве, ни, но источники реки и озера доставляли им обильное и приятное питье, а трапезу одного из них приготовлял ангел, чудесную, необыкновенную и более обильную, чем обычно у людей, одного хлеба, говорят, что в Писании было достаточно на сорок дней, а другого часто питало чудотворная благодать духа и не только его одного, но через него и других, 1 Савс 4,41, Иоанн же, выше пророка, больше которого не восставал из рожденных женами, не нуждался даже в человеческой пище, ни хлеб, вино и масло поддерживали жизнь его тела, но акриды и дикий мед, видишь ли ангелов на небе, видишь ли силу девцу, она устроила, что облеченные плоти и кровью, ходившие по земле, подчиненные необходимости смертной природы, во всем поступали так, как бесплотные, как уже достигшие неба, как получившие бессмертие. 3,64, для них все было излишним, не только то, что действительно излишне, роскошь, богатство, власть, слава и ряд прочих подобных сновидений, но и то, что кажется необходимым, жилища, города и искусство, вот что значит благообразие и благоприступание. Вот добродетель девства. Удивительно, и многих венцов достойно преодолевать ярость страстей, сдерживать беснующуюся природу, но поистине удивительным это бывает тогда, когда при том будет такая жизнь. Само по себе это слабо и недостаточно для спасения достигших этого. Свидетелями нам могут служить те, которые ныне упражняются в подвиге девства. Они настолько отстоят от Ильи и Лисея и Иоанна, насколько земля от неба. Как устранив благообразие и благоприступание, ты подорвешь самую силу девству. Так соединяя его с превосходной жизнью, ты будешь иметь корень и основание благ. Как тучная плодоносная земля питает корень, так превосходная жизнь возвращает плоды девства. Или лучше сказать, крестная жизнь есть и корень, и плод девства. Она умощала тех доблестных мужей на дивные подвиги, растекая все узы их, и делая их способными на свободных и легких ногах, как бы на кровлях, на крыльях возлетать на небо. Где нет ни угождения жене, ни заботы о детях, там очень легко является нестяжательность. А нестяжательность приближает к небесам, освобождая нас не только от страха, заботы, опасности, но и от прочих неудобств. Тот, кто не имеет ничего, презирает все, как бы обладая всем, и имеет великое дерзновение перед начальствующими властителями и даже самих украшаемых диадемою. Кто презирает богатство, тот, простираясь далее, будет легко презирать и смерть, а став выше этого, он будет дерзновенно говорить со всеми, не опасаясь и не страшать никого. А тот, кто занят богатством, есть раб не только богатства, но и славы, и почести настоящей жизни, и всего вообще житейского. Поэтому Павел и назвал свебролюбие корнем всех зол. Детство же имеет достаточную силу иссушить этот корень, и вложить в нас другой, лучший, производящий все доброе, свободу, дерзновение, мужество, пылку и ревность, горячую любовь к небесному, презрение всего земного. Так рождается благообразие и благоприступание в 1 Коринч. 7.35 Но что умничают многие? Патриарх Авраам, говорят, и жену имел, и детей, и богатство, и стада, и пастбище, а при всем этом Иоанн, как креститель, так и евангелист, тот и другой девственники, и Павел, и Петр, отличавшиеся воздержанием, желали быть на лоне его. Кто сказал-то тебе почтеннейший? Какой пророк, какой евангелист? Сам, говорят, Христос, видя великую веру сотника, он сказал, что многие придут от востока и запада, придут и возлягут с Авраамом, Исааком, и Яковом. Ввести с ним блаженствовавшего и Лазаря видел богатый. Но какое отношение имеет это к Павлу Петруяну? Лазарь не Павел и не Иоанн, а многие от востока и запада не составляет сонма апостолов. Так что эти ваши слова излишни и напрасны. Если же ты хочешь точно знать награды апостолам, то послушай, что говорит сам, имеющий даровать их. Сядете на двенадцати престолах, судить двенадцать колен израилевых. Здесь нет ни Авраама, ни сына его, ни внука его, ни лежащего на лоне его, но гораздо высшее достоинство. Последние сядут судить потомство первых. И ни в одном этом видно различие, но и в том, что участия Авраама сподобятся многие. Многие, говорит Господь, от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом. А этих престолов не получит никто, кроме одного сонма святых апостолов. Еще ли, скажите мне, вы будете воспоминать о стадах, пастбищах, браках и детях? Что же говорят, если многие из девственниц после многих подвигов желают переселиться туда? Я скажу еще больше. Многие из девственниц не достигнут ни того лона, ни меньшего, но пойдут в самую гиенну. Это показы девы, оставшиеся вне брачного чертога. Отсюда не следует, что брак равен девству, или даже девство хуже его. Твой пример представляет девство хуже брака. Авраам, живший в браке, находится в покое и наслаждении, а девственница в гиене. По вашим словам, остается сделать такое заключение. Но это не так. Нет. Девство не только не хуже, но гораздо лучше брака. Почему? Потому что не брак сделал таким Авраама, и не девство погубило тех несчастных дев. Но другие добродетели душны прославили патриарха, и другие пороки жизни предали дев огню. Тот и в брачной жизни старался совершать добрые дела девству, то есть благообразие и благоприступание. А они, избрав девство, не спали в круговорот жизни и в заботы, свойственные браку. Что же, скажет, препятствует ныне вместе с браком, детьми, богатством и всем прочим сохранить это благоприступание? Во-первых, то, что ныне уже нет равного Аврааму, и даже хотя мало приближающегося к нему, он, имея богатство и жену, больше подвязающихся в нестяжательности, презирал богатство и больше девственников воздерживался от удовольствия. Эти каждый день пламенеют страсти, а он так погашал этот огонь и не придавался никакому пристрастию, что не только удержался от наложницы, но и отпустил ее из дома, чтобы уничтожить всякий повод к ссоре и несогласию. Теперь не очень легко это найти. 366. Кроме этого, я и теперь скажу то, что говорил в начале. От нас требуется не такая степень добродетели, как от них. Теперь нельзя быть совершенным, не продав всего, не отказавшись от всего, не только от денег и дома, но даже от души своей. А тогда еще не была указана такая строгость. Что же скажет, разве мы теперь живем строже, чем патриарх? Мы должны так жить. Это заповедано нам, но мы не живем и потому далеко отстаем от того праведника. А что нам предлежат большие подвиги, это всякому известно. Посему иное Писание не просто прославляет, но с некоторым прибавлением. Но и говорит, человек праведный, совершенный, вроде своем, угодил Богу. Не просто совершенный, но в то время. Ибо много видов совершенства, которые определяются различными временами. В течение времени бывшее некогда совершенным, потом становится несовершенным. Например, некогда был совершен тот, кто жил по закону. Сотворивший, их сказано, жив будет в них. Левит, 18,5. А Христос, пришедший, показал, что это совершенное, несовершенно. Если праведность ваша не произойдет праведности книжиков и фарисеев, не войдете в царство небесное. Тогда только убийство считалось жестоким, а теперь один гнев и злословие могут вовлечь в гиенну. Тогда наказывалось только при любодеянии, а теперь даже бесстыдный взгляд на жену не освобожден от наказания. Тогда только клятва преступления была от лукавого, а теперь и клятва. А все сверх того от лукавого. Говорится в Писании. А от людей того времени не требовалось ничего больше, как любить любящих. А теперь это великое и дивное дело так несовершенно, что по исполнению его мы ничем не превосходим мытарей. Почему же не одинаково предстоит награда за одни и те же добродетели для нас и для ветхозаветних? Но мы, если желаем получить одинаковое с ними, должны оказать больший добродетель в 366. Потому что теперь излилась великая благодать Духа и великий дар пришествие Христова. Благодать сделала людей из младенцев мужами совершенными. Как мы от наших детей, когда они сделаются юношами, требуем гораздо больших доблестей и за то, за что в детском возрасте мы прежде хвалили их, мы уже не восхищаемся тем же, когда они станут мужами, но требуем от них другого, гораздо большего. Так и Бог в первые времена требовал невеликих дел человеческого рода, как находившегося в младенческом состоянии. Когда же он услышал пророков и апостолов и получил благодать Духа, то Бог возвысил степень добродетеля и это справедливо. Он назначил и большее воздаяние и гораздо более светлые награды, уже не земля и земные блага, но небо и благопревосходящий ум предстоят праведникам. Итак, не безрассудно ли возмужавшим оставаться при прежнем младенчестве? Тогда природа человеческая разделялась сама в себе и была непримиримая борьба, рассуждая о ней Павел так говорит, и в удах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и пленяющий меня законом греховным, сущим членах моих. А теперь этого нет, ибо немощное закона, в нем же немоществовали плотию, Бог Сына Своего послал в подобии плоти греховной, чтобы осудить грех во плоти. За это, воздавая благодарность, Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарение Богу через Иисуса Христа. Посему мы справедливо называемся, наказываемся за то, что, сделавшись свободными, не хотим идти наравне со связанными. Или лучше сказать, если мы будем поступать одинаково с ними, и тогда не освобождаемся от наказания. Тем, которое наслаждается глубоким миром, должно достигать гораздо больших и славнейших трофеев, нежели тем, которые сильно удручены войною. Если мы будем вращать около денег, роскоши и жен и заботиться о делах, то когда же мы будем совершенными мужами, когда будем жить духовно, когда будем заботиться о Господнем? Неужели по исходе отсюда? Но тогда уже время не трудов и подвигов, а венцов и наказаний. Тогда и девственница, если не будет иметь масло в светильниках, не сможет получить его от других, но останется вне чертога. И если кто явится одетым в грязное одеяние, не сможет вышедши переменить одежду, но будет ввержен в огонь гиенский. Если даже будет просить самого Авраама, уже не достигнет никакого успеха. Когда наступит определенный день суда, поставлено будет седалище, восяет судья, потечет река огненная, и потребуется отчет сделку. И тогда никто не может умолить за нас, как Ной, Теов, Даниил, стал умолять хотя бы за сыновей и дочерей своих, не достигнет успеха. Грешникам необходимо будет подвернуться вечному наказанию, равно как праведникам удостоится наград. А что ни тем, ни другим не будет конца, это объявил Христос, сказав, что как жизнь будет вечную, так вечным будет и наказание. Когда он одобрил стоявших и пойдут и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Посему всячески нужно все благоустроять здесь и имеющему жену быть как не имеющему, а действительно не имеющему вместе с девством упражнять во всякой другой добродетели, что по исходе отсюда не рыдать там тщетно.